Включу Короче, сейчас пойдет Мошна опять Опять Мошна, потому что Прошлый трай Ну не то чтобы он запорот Но там миссия скорее всего запорота И как следствие парочка Следующих скорее всего тоже Потому что там поезд, дредноут и миссия совета В течении трех дней у меня эквипа нет В общем, тяжело Поэтому Я врубил голосование на норе Вот Сам бы, конечно, хотел бы переиграть Запускаю, быстрее начнем, быстрее закончим Да, сейчас Сегодня трансляция будет коротенькая Может быть даже короче, чем обычная Просто потому что надо будет отойти Не знаю, на пару часов Вечером Из хороших новостей Мы подстрелили котов Два кота прям на моих глазах сейчас Только с лапами И с этими с мордами Кота паузу сделаем Давай сейчас Бессу покажем Давай, давай, давай Тащи, тащи Тащи А они приблизительно одинаковые Смотрим Бесс, что произошло с тобой, скажи мне Что с тобой случилось? Хвост с кисточкой Хвост, да, вот такой вот Отлично Бабилайт, привет Вторая абсолютно такая же Даже посветлее немножечко Да там мне не справиться с этим С этими дисками Блин, я не записался Сейчас давайте на новый слот сохранюсь Чтобы не травить респ Короче, по-хорошему Ну, я бы хотел Начать с этого респа И сделать так, чтобы не было Телепортирующихся паков То есть, чтобы и респ был хороший Какой был изначально И чтобы не было бага с телепортом Потому что кибердисков здесь три Если они телепортируются Это, конечно, сразу же жопа Верлонин, привет Сегодня почти всем все уже отправил Осталось там порядка десяти заявок Но, к сожалению Не до конца Короче, кто-то получит У нас средства с задержкой Ну, не такой большой процент Товарищи Слава богу Скачал PUBG, скачал PUBG Скачал PUBG Скачал PUBG Не запускал, но скачал Ну, потому что Вчера, например, если был бы PUBG Я в него поиграл бы После вот этого вот Залета Потому что очень сложный месяц Несмотря на то, что это типичный Четвертый месяц Но Из-за того, что В конце этого месяца Ну Значительная часть миссий В том числе вот Текущий террор Они были перенесены В самые последние дни месяца А вы же помните В самые последние дни месяца у тебя А, и миссия совета Тоже в самые последние Сейчас 28-ое число 28-ое Слэш 29-ое Уже ближе к 29-ому И Я знаю, что будет поезд Я знаю, что первого числа Будет дредноут Я знаю, что будет миссия совета Мне прилетает террор Короче, беда В общем Привет, МД-доктор Я понимаю, что меня могут закидать Вижу пак Закину скан подальше Потому что и пак увидим И дальше можно закинуть Сразу кибердиск, кибердиск Черт возьми Ну, главное, чтобы не стэпэшлись Давайте Если не будет телепортироваться То все отлично Ближе подойти я особо не могу Поэтому размещаемся Как получается Снайпов назад Может, просто Мест нет В достаточном количестве Бесконечный рестарчный террор Я пока теплиц строил, слушал Да-да-да Мы его раз пять, наверное Рестартили Из-за телепортирующихся паков Но последний раз Я Я сделал репы там От безысходности А не потому что Там какой-то Ну, там был баг Что кибердиск сдох Но это был положительный баг Обычно мы не делаем реп После такого Вот, но Машна есть машна Я успокаиваю себя мыслью Что я все равно Потом сдохну И Хочется дожить до этого момента Блин, я же не могу Ближе подходить, да, Вит? Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Восемь, девять, десять Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Близко впритык Там прям одна-две клеточки Поэтому нельзя Нельзя так подходить Знаете, что надо сделать Попробовать Одного пулеметчика Вот сюда поставить На случай, если все-таки Будет телепорт Чтобы я мог Его законтролить Ну, потому что Тут самая большая проблема С тем, что Вот этот грузовик Да и этот тоже Они занимают Двойной кавер То есть Через них Я не могу видеть То есть Пулич не видит Снайпы не видят Если не взлетит Это, конечно, враг Поэтому Поэтому Может быть Имеет смысл Пульч сразу завести Туда Тебе далековато Он будет И так не будет работать Ладно, с Богом, друзья Надеюсь Телепортов не будет На полкарты Что? Ну как это? Ну это какая Какая-то грязь вообще Так, кибердиск Спулился И умер сразу Ну баг, очевидно И один пак Телепортировался Это летуны Но начало вообще хорошее Если еще эти не под... А нет, эти летят Они все в эту В эту дырку летят Почему? Все, я не вижу кибер Короче Хорошая новая заключается В том, что Неспуленные Типа летуны Неспуленные Они тоже Перелетели Черт знает как Я здесь Я не знаю Что здесь делать То есть опять Перелетел Хорошо, что один Типа диск Сдох на баге Но может быть Сразу рез сделать Потому что опять Баг Стелепортировался Один Что делать Да, там Сикер Кибердиск Два дрона Кибер Я не вижу Кибер Меня В общем-то По-простому Вылетает Убивает Коты играются Баст Баст Их сложно Различить Теперь Вообще Короче, смотрите Подходить ближе Я не могу Потому что Если я подойду ближе То я с пулей Еще минимум Двух летунов И вот этого Мутона Видимых целей Очень мало Кибер Стоит на Овервотче Вариант Все-таки Подойти Стригерить Стригерить Молниеносный Молниеносный Кибердиск И попробовать Его подсопрессить Маловероятно Но возможно Потому что Мы можем Пулич подвести И так далее Да, я Смотрите Короче, я не могу Оставлять кибера Там Стоять По одной простой Причине Он Ему хватает Маневренности Чтобы вылететь Флангануть Меня и расстрелять Поэтому я должен Я просто обязан Бежать Вот таким вот образом Пулить летунов Увидели Кибер Правда Так, летуны близко Но почему-то Не стригерился Кибер Он стоит с машиной Хорошо Там мирный Рядышком Напрашивается Конечно туда Ракетам Летоны Между прочим Тоже Мочат 40 40 85 85 Ладно Здесь мы допустим Одного сможем Подсопрессить Здесь Здесь снайпер Не видит Пулич Не видит Короче Никто Кибердиск Все равно Вместе с машиной Хороший урон Можно теоретически Нанести Наверное Это единственный Нормальный вариант Поехали Сколько у него 21 хит Недолет Недолет Покоцали летуна Покоцали этого Но это Недолет Если я сюда побегу Я скорее всего Овер сорву Может приказ Попробовать Еще Рокет Закинуть Но у него Стабильности Платформы Нет Он с выцеливанием Нормальную точность Выдавал Чем мне делать С кибердиском Те Простите То есть По хорошему Надо подойти Типа и подсопрессить Но мне кажется Что на подходе Я тут как раз Умру Кибер увидит Вот эти вот Две клетки И пулич У меня отдастся На этом моменте Надеется На то Что он будет Мирных убивать Это очень наивно Давайте для начала Медика Так Вдруг он увидит Кибер Видит Нет Он увидит Дроидом Да провал Просто Просто провал А Вот он еще Спулен Потому что Эти же Два летуна Здесь Короче Либо я Какие варианты В общем Подойти Рисковать Так Засопрессить Чтобы Он мне Прострелит Здесь Скорее всего Провести Разведчика Вот таким Вот образом На молниеносных Чтобы Стригерить Хотя бы Молниеносные Неплохая идея Если я назад Пойду Не факт Что этого Хватит Этих клеток Мне нужно Вот сюда Типа Пробегать Вставляться Подлетчика Но А что же Еще Делать Да Надо Тригерить Молниеносный Два процента Еле-еле Теперь мы Пулич Можем Подвести По крайней мере Подсопрессить Кибердиск Желательно Еще дым Закинуть Конечно же Надо будет Еще попытаться Либо этого Убить Либо Мне надо Сопрессить Его Надо Сопрессить Право Дроида Убивать Пытаться Здесь Давай Е-мое Здесь Ну вот здесь Сопресс Нужно Видимо Отпуличем А кто-то Может Еще убить А инженер Еще может Пострелять Инженер Может Пострелять Поехали Ну да Инженерам Надо Хорошо Минус Литун Соответственно Здесь В любом Сопресс Кибердиском Потом Дым Сверху Надо Накидывать А здесь Подавлять Вот этого Других Вариантов Нет У снайпера Я думаю Это Дроид Блин Как слабый Жем Не зывая Про гранату Плотно станет Покарает Он не может Под сапрессом Там далеко Так далеко Гранат кидать В этом и смысл Сапресс Что он Раза в два Рейндж Режет С Богом Друзья Вот он Подбегает Воиготовность Может быть Фланг Этот убегает Ой Флангануть Может Он Назад убегает Нет Флангует Хорошо Он на рывке Эти тоже летят Блин Далеко летят Стоп Гражданское лицо Держись Нет Продержался Молодец Еще одно Гражданское лицо А там еще один Там взорвется машина Может взорваться машина Это О Так во первых У нас нет Рейнджа У нас нет Рейнджа Под мутоном Эта машина Горит Или она взрываться Будет Она еще Будет взрываться Блин Как же мне Сделать так Чтобы и снайпы Постреляли Здесь две машины Могут рвануть Черт Блин Надо отводить сюда По крайней мере Отсюда По крайней мере Одного Разведчика Так он не будет Сделять Поэтому Можно подвезти сюда Попробовать Бахнуть Пистолетом Я не уверен Что хватит урона Но у него Других вариантов Особо нет Понятно Метку мы поставили А Там Сикер Стоит С собаком Короче Надо видимо Бахать второй рокет Вопрос какой только Наверное Даже Шеда Учитывая то Что там Четыре клетки Отклонения Капец Я могу Зайдеть Следующий Кибер Это мне В этот ход Совсем Не нужным 675 Ну а что же делать Надо этого убивать Пытаться Раз У снайпера Типа Одна цель Надо пытаться Мимо 80% Мажем Еще одна цель Но без снайпов Я киберов не убью Просто Без снайпов Я киберов не убью Можно попробовать Закинуть сюда Гренку Для того Чтобы просто Нет Плохо Все плохо Так Варианты Если взорвется Машина Я не знаю Как оно пойдет По цепной реакции Или не пойдет То есть Я должен Типа Продолжать Кибера Сопресить Возможно Пулич Следующего Выводить Так Чтобы По крайней мере В следующий ход Он мог стрелять Иначе Мест нет Короче Здесь прицеливаться В любом случае Здесь выбора нет Надо сопресить Я понимаю Что я могу Взорваться Просто Но У меня нет Способа Сейчас Контролировать Кибер Подходить Пуличем Или не Подходить Подходить Так Так Может быть Приказ Пока не Поздно А на кого Зачем Опция Кинуть Гренку Но Нет Перезарядка Время молиться Короче Взорвалась машина Кибердиспокотся На четверочку 15% Мутон Блин Стреляет Мимо Слава богу Нас Обстреливают Уже Лучшим Мутоны Обязательно С критом Бах Кибер закрыт Можно попробовать Его даже На молниеносных Открыть Тут надо Уже Перезаряжаться Тут Можно Сопросить Медиком Подожди Может быть Имеет Смысл Бах Рокетом Даже Шидой Вот так А кто Будет Стрелять Будут Стрелять Марксман Будет Один Снайпер Будет Давайте Поехали 6-4 Хорошо Подранок Уводить Поличи Нужно Обязательно Так Ты видишь Девятку Всего лишь Отсюда Должны Увидеть Кибер Не вижу Плохо Снайпер Пытается Попасть С бонусным Уроном Всем хорошо Здесь тоже Выстрел Сделаю Потому что Есть у меня Сопресс Есть Минус Кибер Так Спокойно Ближе Дальше Там только Один Сикер Ближе Нет Нет Ошибка Ошибка Грубая Ошибка Приказ Есть Надо Телепортироваться Блин Телепортироваться Перезаряжаться И приказывать Блин Накрывать Дымом Надо Это еще Все Твою мать Пока контролируем Там мирных убивают Но Этот Настолько Непринципиально Дело же Что Смотрим Приготовность Хорошо Гражданское Убивает Андроиды Гражданское Еще Сикер Убивает А там Просто Расстрел Хотя бы Одного Спасти Надо Чтобы Так Кибер Мы Видим Да А что Я могу Сделать Вот что Я могу Сделать Подойди Немножко Прицелиться На будущее Типа Ага Опять Под эту машину Встал Какой же Ты дурак А Пулич Тоже Видит Его Может Даже Перезарядка А не Выстрел Да Хватит Рано Скан Кидать Здесь Сапресс Он на самом деле Может Меня Прострелить Из-за Такого Кавера Если я спасу Мирную Мы попробуем Ступлю назад Тут Пока что Есть возможность Пострелять Сделаем Рассчитывал На крит На шесть Хитов Тоже Неплох Все Сюда Надо Рокет Закидывать Убивать Дроида Возможно Еще один Прилетит Дроид Не Они убивают Мирных Сикер В скрытности Вышел Бьет Мирного Скан Возможно И снайпами Но Блин Нет Девять Мирных Умерло Начнем С последней Ракеты Я зря В этом Трай Леммингов Так сильно Прокачал Убили 8-7 Хорошо Рокет Стреляет Дальше Я бы Поставил Метку Сначала Что Мяу Ну Бесса Ну Что ты Начинаешь Опять Давайте Сначала Сопресс Не хочу Сейчас Даже 3-4 Процента Травить Потом Сюда Метку Тор Пробуем Поставить А там Сикер Еще Один Стоит Не Здесь Мы Просто Стреляем Марксменом Пробуем Молодец Попал Дальше У нас Снайп По нему Жено 88 Должны Кибера Убивать В этот ход 94 4 хита И там Еще Пулич Может Последний Хит У кибера Остается Я наверное Еще Сикера Попробую Грянхой Забрать Так я могу Эту Взорвать Еще Ненароком Машину Я бы Не хотел Там Еще Пак С Летунами Я думаю Надо Все равно Попробовать Закинуть Скан Подальше Просто Скан Подальше Закинуть Сикер Пофиг Но Вот он За Это Самое За Фланганет Но Шотнуть С одного Выстрела Скорее Все Не сможет Да Видим Сикера Который Мелких Убивал Вот он Подходит И снова Сейчас Наверное Не Летит Хорошим А этот Что Полетел И Гражданское Лицо Опять Ну вот Еще Один Мирный Новый Пак Подсветили Хорошим Вроде Мирный Не убивает Но Десять Уже Сдохло Вообще Это Большая Проблема Надо Пытаться Дальнего Сикера Забрать Есть Попадание На троечку Еще разок 80% Надо убивать Молодец У меня просто Выборочного Прицеливания Еще нет Поэтому Урон Несерьезный По целям По вот таким Вот Делаем Меточкам Хорошо Справились Горем Пополам То есть И то На переигровке Блин С учетом того Что кибер Сдох На На Пере Ну Так Надо отсюда Убрать Человек На Перелете Перезаряжаемся Короче Мега Сложная Миссия Мега Сложная Два кибера Из трех Третий Сдох Перелетая Ну карта Конечно Очень безумная Потому что Здесь Такое количество Багов С перемещением То есть Даже Даже сейчас Стелепортировались Ну Переместились Слэш Телепортировались Пак с кибердиском И летуны еще Как бы Не очень классно Все равно Выходит Сложно как-то Прогнозировать Как-то Как-то играть Если Если тебе Это такие Вот Бывают Финты Я не знаю Без сейва Тут вообще Мучение просто Наверное Ну к тебе реально Может просто Ты спокойно Расставляешься На ближайших коврах Там даже если Датчик движения Используешь Видишь первый пак Доходишь аккуратно Чтобы его не агрить И в результате Бабах У тебя Один-два пака Появляется В тылу Здравствуйте И все И что ты будешь С этим делать Блин Там мирных Много еще Вокруг Это ж гады Разлетятся Понимаете Надо наверно Ближе подходить Как там Марксман не может Ничего сделать Ближе Чтобы иметь Возможность Хотя бы Их там Законтролить Вас понял С оправецами Может какими-то Еще чем-то Поехали Польте сюда Есть Выполняю Так Как бы мне Этих Трех летунов Убить Сразу же Вокруг них Трутся Мирные Горенка Естественно Никаким Макаром Не достать То есть Видимо Нужно Да Видимо Нужно Пулить Здесь Здесь уже попроще Потому что Снайпы Двух Которые На овервотче Стоят О нет Не попроще Надо Обрещать Внимание На огневую Поддержку На Так Машина Загорелась Этого Можно Подсопресить 45 Да Снайпер Увидит 83 98 98 Этот Без крита Поэтому По ближнему 98 Ну есть Вероятность Убить его Небольшая 69 69 69 Хорошо Здесь нужно По дальнему С критом Стрелять Надеяться На крит Естественно Чтобы его Сразу шотнуть Хорошо Этот Не на овервотче Соответственно Здесь мы Можем Кстати Подойти Того добить А этого Все равно За сопрессив Дайте Так Лучше Этого Можем Поподавлять И пострелять Даже По нему Можем Лучше Пострелять Здесь А там Поподавлять Хорошо Справились Ну опять же Это отвратительная Миссия Мне Мне стыдно За За Эту Перегровку Простите Пожалуйста Но я Сдохну Я думаю Что Я в любом Случше Сдохну В этом Трое С такой Игрой Такие Успехи Дают Надежду На победу Отличная Работа Шеф Плюс Плюс Пять Меткости У снайпа Хорошо 80 Инженер 8 Хитов Отлично Тоже Очень Хорошо Ну и Разведчик Инвизный Докачался Второй 78 Но впереди Две Три Гораздо Более Сложные Миссии То есть У нас 28 Число Не было Миссии Совета Она Обязана Быть Стандартной То есть Какое Нито Разминирование Будет Потом Поезд Сейчас Должен быть И Первого Числа Еще Дреддноут Спутники Готовы Первый Второй И там Еще Третий Доделывается Эксперименталка Готова А что Можно было Сделать Карта Тротина Для террора Да Нет Карта Отличная По типу То есть Если Это Участок Дороги Коридор То мы смотрели с вами Это три Карты Две Шикарные Из них Это просто Реально Участок Дороги Который Прокидывается Сканами И который Без Вот этих Багов Блин Вот О Может Сразу Оружие Гаусса Вот И одна Такая Третья Где Паки Телепортируются Просто Вскрывать Пока Смысла Нет Передовой Аэра Космически Конечно Круто Но Время Пока Есть Ты на этой Карте В прошлом Травец Другого Рез Поступил Миллиард Нектериал Да Да Но там Мне повезло С паками Ну то есть Там не было Трех Кибердисков Кибердиски Это же Твари Которые То есть Я не мог Вообще Снайпов Наверх Поставить Из-за того Что Рядом Было Два Три Кибердиска Они же У них Маневренность Как у крыс То есть Они летают На двадцатку Просто Вот Ты просто Ты просто Так Не можешь Взять И Поставить Снайпов Без кавер На крышу Здесь Кстати Выбор Такой Серьезный Все Нужно Передовые Космические Нужны Для проекта В литейном Цеху Но Литейный Цех Пока Еще Даже Не Строится Поэтому Наверное Оружие Гаусса Все Поехали По кораблям Беда Прям беда Сбили спутник Через шесть дней Вернутся Конечно Кораблики Не факт Что успеем Можно еще На сто десять На сплавы Взять Скажем Какую-нибудь Скажем Какую-нибудь Пушку На корабль Еще одну Потому что Будут проблемы С Будут проблемы Будут проблемы Хаби Спасибо Три-два-два Здесь птицы Не поют Деревья Не растут И только Мы плечом К плечу Врастаем Землю Тут Горит И кружится Планета Над нашей Родиной И дым И значит Нам нужна Одна победа Одна На всех Мы за ценой Не постоим Нас ждет Огонь Смертельный И все Ж бессилен Сомнения Прочь Сомнения Прочь Уходят В ночь Отдельный Десятый Наш Десантный Батальон Так Одну Лазерную Пушку Мы уже Ставим Четыре Дня Перевооружения Я бы Сейчас Еще На одну Накопил Как раз Двадцать Три Сплава Но Мне Нечего Продавать Тут Особенно Можно Временное Лере Продать Потому что Все равно В ближайшее Время Не пригодится В следующий Раз Если мы Дредноут Пройдем То он у нас Будет Чтобы Два Три Дня Не терять Пробуем Лазерную Пушку Сделать Так Валера То у нас Готов Да Валерия Гром Готов Ну Сейчас Вангую Еще Миссию Совета До конца Этого Месяца Блин Давай сюда Переведем Да Это же Разминирование Какое-нибудь Сопровождение А Ученый Астронавт Помним Эту карту Да Россия Россия Как раз Там Нужно Панику Гасить Басочка Что ты Левенок Мой Скучает Котейка Наши Уехали Вот она Осталась Со мной Вдвоем Только Мы А нет Сзади Безда Играется Подходит Лапой Они так Похожи Вы бы Это Видели Может вам Показать Подождите Сейчас Есть у меня Сцена Чисто С камерой Давайте Новую Создадим Добавим Устройство Захвата Видео Камера Так будет Работать Будет Работать Смотрите Это Один Кот А вы Ее Видеть Не будете Еще Хромак Работает Фильтры Давай Хромак Уберем Басочка На плойке Сидит Очень Далеко Кстати Баса А вторая Котейка Была Вон там Вы Не Видите Она Спряталась По стелсу Она Такая Же Такая Же Абсолютно Нашу Родину Юдэйм Так Надо Хромак Опять Включить Плохо Видно Плохо Видно Так Ладно Сопровождение Сопровождение Миссия Сопровождение Естественно Сюда Тоже Должен Отправляться Далеко Не топовый Отряд Но Хорошо Что не Разминирование А то Было бы Совсем Печально То есть Топовый Отряд Там Два Пулеметчика Два Снайпера Инженер Ракетчик Медик Так А кого Мы возьмем На поезд На поезд Как раз Пофиг Минстон Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Представь Ты гулял По улице С другом Но тут Прилетели Инопланетяне Прилетел Спецназ Их главный Орет Граната Мечек Устреляй По тому Пришельцу Пофиг На мирного Это Сопутствующие Потери Точка 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 И вот На глазах Убивают Твоего Друга Чтобы Какой-то Солдат Не получил Ранения Не понимаю О чем Ты Не понимаю О чем Так Так Ладно Кое-как Экипируем Бойцов У нас Три Бронекостюма На больше Сплавов Не хватило Блин Вот Реально Бойцов Сейчас Просто Повторюсь Три дня Четыре Миссии Причем Непростые Задание Совета Террор Ладно Поезд Он так Средненькими Может пройтись Вместе Встанчиком Но лучше Конечно Тоже Туда Хотя Б Одного Ну Там Есть Снайпы У меня 76 74 А Вот Один день Еще Вернется Хорошо И Дредноут То есть Ну Вы понимаете Все Очень Непросто Так Нужен Им Шватижный Не топовый Так Кого На поддержку Взять Второй Снайп Не хочу Потому что На этих Миссиях Он Ну Хотя Можно Взять Второго Снайпа На самом деле Он На оверах Плохо Работает Но Потом Когда На крыше Поставим Когда мы На крыше Ставим Там Ничего Не останется Здесь Лучше Второго Инжа Для того Чтобы Тупо Грянки Кидать Плюс Нам Нужен Человек С С датчиком Движения Там Нужно Дверной Проем Снимать Разведчик Все Отдыхает Это Двух Инвизных Разведосов Прокачали Их будем Брать Только на Миссии Большие Неложки Какие Нибудь Ну Короче Сложные Большие Кого Еще Взять Не Такой Большой Выбор На самом Деле Либо Второй Рокет Либо Все Таки Второй Снайп Может Надо Проверить Еще Звание Мне кажется Что Одно Звание Я не Выдал Не Все Звания Выдали Практически Сразу Можно Танчик Взять Кстати Не 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 Танчик Вот Нельзя Брать Потому Что Блин Танчик Нам Нужен Как На Поезде Так И На Дредноуте Не Надо Нам Танчик Возьму Лазерную Снайперскую Винтовку С прицелом И Со Страховочной Аптекой И Все У нас Есть Дымы У нас Есть Рокеты У Нас Есть Overwatch Пуличи Инженеры Вроде Как Все Готовы Поехали Известная Миссия В России Там Как Раз 62 Или 64 Единицы Паники Миссии Совета Самые Классные В плане Снижения Паники Из Регулярных Миссий Доктор Марадзуки Проводит Для совета Важнейшие Исследования Ну Надо Вывести Его К точке Эвакуации И забрать В надежное Место Рейнджер Будет Ждать Вас У Другого Конца Здания У нас Новая Задача Правильно Твое Превнуждение Ветераник Раз Поиск Который Тя Сейчас Глянул Просто Офигел С Пяти Леммингов Бегунов Тут Такая Тактика Будет Не Там Вынужденная Была Тактика Леммингов Бегунов Она Не Всегда Срабатывает Все Таки В миссии Довольно Большое Количество Рандома То есть В принципе Ты Можешь Ну Там На яд Попасть Например Разок Неудачно И До Свидания И Я занимаюсь Следованием Летательной Техники Пришельцев Рано Или Поздно Я смогу Установить Откуда Прибыли Эти Существа Выполняю Ну я так раз По разным местам Располагаюсь Вас понял Не шагу назад Располагаюсь Прячем нашего Випа сюда Я пошел То есть Вы помните Да Здесь скриптовые Фингманы Которые падают К вам идут Пришельцы Штурмодел Потом Три Отряда За дверью Которые Желательно Был выманивать Сикеры Фингмен Он сейчас Должен упасть Сикеры Фингмен Это хорошо Потому что В данном случае Могут быть Тимутоны Вполне Так Которые Двери Двери Закрыта Какого Хрена Блин Не Ладно Ну просто Это крайне Странно Просто Крайне Странно Как оно Здесь Работает Я не Понимаю То есть Перед тобой Закрытая Дверь Ты подходишь К ней Вплотную Она Все равно Как бы Закрыта Ты не Видишь Ничего Что Дальше Но Вот С этой Точки Например Ты Каким Макаром Видишь Видимо Летающих К вашей позиции Стягиваются Пришельцы Готовьтесь К бою Первый Пошел Сектопода Ты не видел Видел На большой Тарелке Я видел Сектопода Еще Один Сверх Падает С Богом Артем В2 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 Что у нас За Запрещенный Смурф А вдруг Это Его Основной Аккаун Представляете Да Это Его Основной Аккаун Красиво Красиво Артем Уважаем Молодец Как террор Пошел Отвратительно Ой Да ладно Марадзуки Пытаются Сажать Еще С ума Сошли Там Еще Один Сикер Еще Два Тингмана Еще Один Скриптовый Падает Красивая Прибежала Стрижены Сикер Не понял Где Ага Дожидаемся Дожидаемся Когда будет Это Последнее Подкрепление Так Еще Один Пулич Работает Ведь Сто Процент И 99 Еще Один Сикер И Последнее Подкрепление Вот Ооо Это Опасно Пулич Мало того Что попал 70 Получил Повышение И убил Сразу Красиво Смайл Считаю Что этого Не было Там Мэн И Блэк И Все Сделали Ре Переиграли Миссию Выиграли Остался Последний Тингмен Из тех Что были Спулены А Нет Здесь Не будет Последних Подкреплений Блин Забыл Здесь По другому Работает Здесь Надо Двигаться Вперед И они Будут Падать По мере Поступлением То есть Ждем Вот этого Сынгена Несчастного Я хочу Перезарядиться Поличем Всеми Аккуратно Перезаряжаемся Слева Он Не хочет Сучок Идти Один Тингмен Оставшийся Продолжим Просто не хочет Ну видимо Надо пулить Дальше Паким Все равно Как бы Ждать Их Вот Новый Пак Или Это Фингмен Который Был Спал Я не знаю Нет Это Новый Пак 29 Но это Крайне Маловероятно Какие-то Странные Здесь Паки Обитают Кажется Эта Миссия Просто У меня Была Не в этом Месяце В прошлый Раз Помните У меня Было Разминирование В Миссии Именно В прошлом Трае А это Была Типа В следующем И поэтому Здесь уже Были Соответственно Враги другого порядка Здесь были Мутоны Бегали Там Летунов Было Побольше Да ладно Да как Так-то Плохой Плохой Мест Надо Уходить Я не знал Что здесь Еще один Пак Здесь Бегает Нет Меня Беспокоит Именно Который Все еще Где-то Свободно Ходит Это Не к Добру Заставляет Меня Как-то Активнее Действовать Вижу Его Где Очень Странно За машиной Там Стоит Как будто Обходить Питается Не Не Торопимся Друзья Не Торопимся Миссия Важная Четыре Ученых 150 Баксов Еще Снижение Паники На Тридцатку Можно Подвести К правой Двери Для того Чтобы Контролить То Что Внутри Находится Еще Вот Но Рано или Поздно Они Находят Своих Пулеметчиков Кто-то Реально Близко Топает Бан Статус Какой-то Странный Фингманы Фингманы Не Фриманы Фриманы Уатридосов Да Насколько Ладно Чуть-чуть Сдвинемся Новый Пак Нет Не новый Пак Да Новый Пак Новый Пак Этиман Еще Один 60% Проблема Не Проблемы Нет Проблемы Мы Просто Берем Инжа Убираем У нас Появляется Новая Порция Врагов Которых Можно Дождаться А Даже Так То есть Там Два Пака Мы спойли Два Пака Трех Фингманов И Кальмара С этим Фингманом Все нормально Процесс Идет Тонкие Тощие Да Тонкие Тощие Безвольные Нет Это Не Похож На спойленого Как мы его Видим Тогда Непонятно Да У них Я помню Как мы Спамили Замки В дюне И Вызывали Фриманов По ним же Не работали Защитные Укрепления То есть Вышки Станционарная Оборона По ним Не работала Это конечно Была дикая Халява Их конечно Также давили Всякие Харвестеры Любая Другая Техника Но это Были Ну не Самые Кажется Сильные Ох ты Как он Решил Выпит Не видели Второй Слева Еще Я думаю Нужно Гренк Еще Закидывать Иначе Он В следующий Раз Просто Подойдет А нет Он решил Отсюда Зайти Окей Ну видите Пробегают Получают Все Стабильно Остался Один Процесс Идет В общем Пока Перезарядимся Ну я Скорее Сейчас Уже Пойду Вперед Перезарядочки В идеале Конечно За это Время Дождаться Одного Вот Эта Вот Последнего Сынмена Ну это В идеале А вот Он здесь Стоит Я понял Тебя Увидел Слушаюсь Есть Сносим Значит Уголок Этот Его раним Его добиваем Нет Стоп Как это так А почему Отображалось Что там Клетка Занята Глюки Видимо У меня Какие-то Да Я прям Четко Видел Клетку Которую Нельзя Было Встать Классно 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 А я А я На Перебеги То есть У меня Нет Например Ходов Или там Оверы Плохие И Можешь Достаточно Одного Выстрела Чтобы Ученого Убить Понимаете Это я Про тоже Поняла В пути Выхожу Чуть Поближе Хожу Слушаюсь Чтобы Уметь Возможность На следующий Код По крайней мере Запрыгнуть Так Доктор Марадзуки Тоже Подержал Во-первых Мы можем Увидеть Пак Который По улице Бегает Во-вторых Где-то В творческом Поиске Все еще Один Сучет Бегает Так Это Степ Нет Вот Хорошо Есть Ранение У меня Правда Полу Ковер Он Может Попасть Готовность Блин А Его Снайп Видит Давай Чего 63 Это Неплохие Шансы Понятно Это Уже Другая Ситуация Мне Бы А Ты Даже Так Его Видишь 94 Нифига Себ Пулич Как Работает Во-первых Мне Необходимо Закинуть Дым Наверх Я думаю Что Нужно Освобождать Что Увидел Нет Не Увидел Я Не могу Закинуть Дым Наверх Потому что Там Только Срыв Ком А Я Могу Закинуть Дым Наверх Потому что Я Уже С дымом Наверху Все Нормально Тогда Кидаем Дым Ставим Пулич На Овер Все Остальные По-хорошему Надо И внизу Дым Закинуть Под снайп Полным Укрытием Потому что Дымы Здесь Особо Мне Не Пригорятся А Сейчас Момент Опасный Там Полноценно Действующий Так Давай Ты тоже Наверх Сразу Полноценно Действующий Тиммен Так Рокет Не Успевает Инжа Можно Было Но Ну да Давай Еще Инжа И это Как раз Последний Тот Которого Мы Искали 35 Нифига Представляете Вот А как 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 Опять Вот Что Опять За баги Какого Хрена Он Стреляет Если Я Его Не Вижу Я Нахожусь Выше И Его Не Вижу Но Это Баг Опять Что Мяу Бесса Это Баг Реально Баг Мяу Мяу Полиция Траев Мяу Не Ну Это Ну Согласитесь Ну Неправильно Как Это Возможно Вообще Я Еще Насторожился Когда Заиграла Музыка Из серии Что Ты Видишь Противника А Ты Его Не Видишь Наверху Снайпером Пробуем Бахнуть А Теперь Видим Ну Сейчас Полного Кавера 90% Стало Стало Полу Кавер Но Как бы Он Все равно Должен Был Виден С Полного Укрытием Потому Что Полное Укрытие Это Три Клетки Грубо Говоря Все Значит Зря Я Забираюсь С всеми Остальными Мне По сути Нужно Только Завести Снайп Снайпов Наверх Дальше Играть В сопровождении Потому Что Тут Явно Остались Остались Только Скриптовые И Мне Нужно Доктор Марадзуки Посопровождать Это Мы Заводим Снайперов Перезаряжаемся Доктор Марадзуки Тихонечку Идет Призарядки Главное Прицеливаться Да ладно Не 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 Нет С чего Это Так Ее ПрСТ Вот Это Рандомчик 189 Давай Родное Надо И попасть И убить Хорошо Просто Такое Только Увел Людей Марадзуки Только Только Вышел И Сразу Начинается Экшен Причем В этом месте Они никогда Не падали У меня Падали Там Сзади Сильно Но В таком Нет Да Даже думаю Может кого-то Оставить Прикрывать Снайпов Потому что Ну это Рискованно Так Подходим Прицеливаемся Друзья Я сегодня Ненадолго Потому что Сегодня Наши Собираются Через Кстати 15 минут Они собираются Но мы туда Позже приедем С Женей Потому что Она сначала По Дню рождения По племяннику Поедет Вот Потом Потом Вернется Так Надо Как-то Прикрывать Его Что Ли Ему Прилично Не хватает Конечно До этого Ну В следующий Код Он Добегает Но Сейчас Должны Уже Появляться Люди Да В тыл Просто Я не знаю Как с этим Справляться Наверное Просто Всеми Отступать Оттуда Потому что То есть Я не могу Вот так Подбежать Его Флангануть Потому что Здесь Полуукрытие И он Меня Увидит И будет Стрелять Вот Поэтому Я думаю Надо Просто Возвращаться Прятаться Причем Так Основательно За Фулкавера Потому что У меня Нет контроля То есть Я не могу Спешу Направляюсь На точку Я не могу Его Более-менее Гарантированно Шатнуть То есть Нет Такого Что Я его Там Поймаю На овере Как-то Или еще Что-то Нет Марадзуки Алло Такие Баги Ну Я Как бы Его И в Прошлый Раз Я думаю Что за Вопросы Про Эвакуацию Вообще Какого Лешего Какая Эвакуация Короче Ждем Он может По крыше Бежать Он может Спуститься Вниз Оббегать Он как Угодно Может Действовать И в этой Связи Конечно Имеет Смысло Наверное Пулич Сюда Поставить Чтобы Его Не Фланганули По крайней Отсюда А не Он Там 40% Блин Фул Кавер 40% Такие Вот У нас Стрелки Короче Ханкер Наверное Наверное Выведу Даже не знаю Как Отсюда Он не будет Стрелять Отсюда Тоже Не будет Стрелять Хотя Быть Так Короче Делаем Овер Потому что Он должен Бежать И бежать Он должен На пулеметчик Ага Вот он Ж здесь Пулич Его Видит Почему Не Пострелял Это Большой Вопрос Он Стоит На Овере Я Могу Подсопресс Нормальность Подавляем Дальше Сокращаем Да Прикинем Сейчас Докинем До него Грянку Или не Докинем Докидываем Сносим Ковер Убиваем Его Скорее Всего Пулич Это Небольшая Проблема Уже Добро Хорошо Выполнили Миссию Опять же Далеко Не топовым Отрядом Потому что У нас 29 июня Сейчас Должен быть Поезд Потому что Поезд Должен быть В июне Да Наши Отлично Поработали Хорошо Что все Вернулись Целости И сохранности Инж Плюс Хит Плюс 4 еще Меткости Дали Пулич Со средней Точностью Конечно Но Я пожалуй Его На дамаг Плюс 3 Меткости Ему Дали Снайпер С выборочным С выборочным Прицеливанием Плюс 5 меткости Не напоминать Восьми Спутников Спутников Дофига Два Только Готово Третий Доделывается То есть По-хорошему Еще один Нужно Спутник Заказывать Ну Наверное Я уже Сейчас Не буду Сбагривать Все А вот И поезд Да Я уверен Что вы Справитесь С этой Непростой Задачей Кайф Восемь часов Что там По нормальному Снайпу Второму Один день В июне У нас Сколько 30 или 31 30 Не важно Если один День То мы Успеваем Короче На поезд Я точно Беру Танчик Базовый Его Можно Коцать Если что Я беру Двух Снайпов Причем Один из них Вот такой Более Более Менее Опытный Два Снайпа На этой Карте Отыгрывают Хорошо Ум Подержал Ваш Канал На 322 Рубля И сообщает Чемандир Найдется Ли Место В тетрадке Смертников Для Синьевика Да нет Нет Ну хами Ну ты же Помнишь Что мест Нет У меня Расписано Все Блин С этими С этими Именами Нет Мест Прекращайте Друзья Прекращайте Уже На второй Странице Иду Писать Хами 3 буквы М Не забыть Еще Так Хорошо Будем ли мы Брать Развидоса Для того Чтобы Просто Он был Маневренный Я все равно Его не беру Ну чтобы он Под инвизом Чтобы он Спасал Снайпов Если что Короче он нужен Если коротко Он нужен С пистолетом Пулеметом С бронекостюмом И все Ну может быть Разве что Мид пакет Взять Потому что Маневренность У нее и так Валом Пока берем Его Инжа Не топового А успеет Выйти нормальный Инж Один день Фатик Два косаря Не докачал У этого Инженера Хорошего Были бы густые Дымы Кстати Были бы густые Дымы Так Пулича Только одного С ЛППшкой Потому что С апресси Там особо некого И надо двигаться И стрелять Двигаться И стрелять Аптека Для того Чтобы яд Нейтрализовывать Естественно Медик Потому что Тоже Карабин Наверное Чтобы Ну медик Нужно Чтобы лечить И чтобы Дым кидать Инженер Фатик Потому что Возвращается Инж Правильно Я увидел Один день Хороший Инж Возвращается Да Инженер Бронекостюм Карабин Сканы Ненужны И последний Ну точно Не рокет Я бы взял Кого-нибудь Контактного Типа Пехотинца Но пехотинец У меня только базовый Он не очень хорошо Зайдет Варианты Варианты Третий Снайп Пушки нет Варианты Инж Варианты Инж Либо Пехотинец Просто Пехотинец Особо не нужен Повторюсь Надо подумать Друзья Две минуты Перерыв Скоро вернусь Шутка По нулевой ход Она всегда Снаймэн Снаймэн Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! поехали танком. Я не вижу врагов все равно. Я проезжаю танчиком еще дальше. Вижу первые два, пока они слева. Уже. Можно попробовать еще подрашить. Наверное, нужно виделись сикера, двух фингманов. Снайп почему-то не видит. Это все безобразие. Видимо, потому что не спулю лучшим. Но я, наверное, и этот ход буду пытаться продвигаться вперед. Пока не пуля паки. Можно профилактически закинуть скан. Например, по этой стороне, потому что что мне интересно, где там дальше паки. Слева там мы будем танчиком двигаться. Справа пока чисто. Хорошо. здесь я уже один ход снайпером теряю. По факту. Нет, здесь уже могут спулить нас. Хорошо, выцеливаемся. Выцеливаемся. Чуть-чуть подходим. С богом. Да, выбегают. Начинаем наблюдение. С богом. Я должен ехать вперед. Пулем. Сразу два пака. Сикер в скрытности. Два-три thingman. Блин. Плохо, конечно. Очень много народу сразу же. У снайпов, конечно, все хорошо. С целями, с мишенями. Надо бахать вот этих вот товарищей. Причем с критом. Потому что это лидеры паков. И может быть как-то они... Еще, знаете, в чем проблема? Сикеры-то полетят на снайпов, скорее всего. Один, как минимум. То есть по-хорошему нужно кого-то там оставить. Ну так, то. Мяу. Мяу. А кого оставляют? Вот хрен его знают. Или все-таки сканом светануть? И не выпускать их никуда. Да, наверное, через скан надо идти. Так, только я, наверное, вот... Это опасно, кстати. Не знаю, как считается проход. Мимо транспондеров. Вообще, видимо, надо как-то так кидать. Они пока еще не успели разлететься, я надеюсь. Сейчас все увидим. Да, вот он второй. А я не могу на смежные клетки этих? То есть какой рейндж должен быть, чтобы не триггерились мутоны? Подскажите, пожалуйста, экспертам. Двигаюсь на позицию. Так, тут уже 70, между прочим. Стригерил, видимо. Ничего лучше у нас нет. Каждый транспондер нужно установить... Ну, вот, видимо, вот после этого он срабатывает. Устойчивый сигнал. Да... Ну, танк, естественно, стоит. Пытается тут вытанковать все, что можно. Тут довольно низкие шансы на попасть. Это меня смущает. Очень. Да, есть дымы. Здесь, скорее всего, надо прокидывать. Если бы я еще гренкой достал до того. Вроде достаю до того. Еле-еле вообще не факт. Через приказ, как вариант. Ну, то есть мне не нравится Thingman. Просто вот не нравится мне Thingman, поэтому я пойду вот так вот. Попробую потом приказом... Закинуть все-таки гренку. Потому что... И пострелять по нему. Что эти без укрытия... Все равно он работает нормально, блин. Давай, 70% надо добивать его. Молодец. 51, 51. Ну, здесь нечего делать. Мы поставим метку просто этим... Ну, басом. И все. Жрет. А, нет. Каритует. Блин, плохо. Они ж подсканены. Вот это ошибка. Черт. БМП-шку. Так, инженер ранен. Сильно ранен. Я бы подошел к пуле, чем поставил метку на правом. Что он все еще летает. Что он все еще летает, и по нему как бы не факт, что попадем. Здесь надо лечить почти в любом случае. И я транспондер один оставил сзади. Алик Страск. Нет. Нет, такой информации нет. Убиваем этого, скорее всего, да? БМП-шка за неимением лучшего. Потому что я сейчас не могу идти вперед. Мне нужно этот ход потратить на то, чтобы с этим разобраться. И подлечить его. Подлечить сначала, чтобы контузию снять. Он кританул еще, гад, 50%. Пытаюсь его убить 97. Не получается. Снайпом придется добивать. Потому что мне кажется, что надо все равно закидывать какой-нибудь... Так, давай, ты перезарядись лучше. Закидывать какой-нибудь скан наперед. Я не знаю, куда именно... Нет, на следующий ход лучше. Шесть ходов остается. Внутри, 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 внутри пак. Внутри пак. Внутри пак, это точно. Короче, включаем датчик движения. Едем на полхода. Смотрим. Не вижу его. Проезжаю еще. Вижу слева три человека. Хорошо. Так, здесь, соответственно, пока проходим. Проходим. Да надо сжать, наверное. Потому что я уже оставляю один сзади. Это плохо. Пока не поздно. Надо было вернуться, поражать. Потому что снайпы могут не успеть это сделать. Может, этого тогда оставить. То есть, его... У него светошумы. Ну, он, кстати, светошумами может помочь снайпам. Да, наверное, он идеальный кандидат на то, чтобы здесь... Остаться. То есть, я подвожу медика сюда. Этого тоже подвожу к нему. Я пошел. Исключительно, чтобы медик полхода не тратил. Лечу два хита ему. И возвращаемся назад. Выполняю. Артем западал терпение. Как тебе? Он прошел. Переигрывал. Переигрывал. Там баг сомнительный был. Но я решил, что... Все равно сдохну, поэтому... Решил дать себе еще один шанс. Здесь мы продвигаемся, попутно нажимая, видимо, на эти штуки. Опять же, вопрос только кем. Польше чем надо просто перезарядиться. Я хочу инженером прожать. Отлично. Этот транспондер на месте. Если установить все транспондеры, они смогут передать сигнал, который прервет работу навигационных систем пришельцев. Так, учитывая то, что это... Дредноут врага собьется с курса. Это последний вагон вообще. Но там должно быть два пака, а не один. Один я видел слева, значит, второй мы светим справа. Хрена с двадцами. Такой логики тут нет. Это очень странный поворот. Очень странный поворот. Ну реально, здесь 6 ходов, мы проходим вообще без особых проблем. Мы засекли скопление кораблей противника. Похоже, их выпустили с дредноута. Готовьтесь к бою. Смотрю, кто играешь, кажется, все просто. Кто сам играет, руки потеют. А вот и, блин, первый мутон на овервотчем. Тварь. А вот и первый мутон. Да, у меня только один снайп максимум по нему стреляет. Хотя шансы хорошие. Давайте сразу попробуем с критом его бахнуть. Да, почти. Ну что, с одной стороны, торопиться не надо. Вижу там еще один пак. Я думаю, надо пока здесь сгруппироваться. То есть нет резона, вот рашит сейчас последний вагон. Пусть пока там снайпы подготовятся. Я даже зайду наверх вот этим вот инженером, чтобы было больше возможностей напокидать. Пулича надо подвести. Ну, на самом деле старт очень удачный был. Просто потому, что нам сразу удалось прорашить два полных хода и включить... Так, давайте-ка я, наверное, снайпа все-таки сюда переведу, чтобы он, по крайней мере, по мутону в следующий раз пострелял. Здесь на всякий случай прокину дым на вот этих вот троих, потому что разведчик впереди не видит. Дымы все равно у нас есть. Он, если не в этот ход, то в следующий может подрешать еще. Все с богом. Да, там два пака все-таки, видите, еще один. Спулили. Четыре хода, это плохо. Мутон побежал, еще побежал, окей. Вот еще мутон падает, вот это плохо уже. Прям под снайпов. И еще один, ёпар СТ. Так, надо все закрывать в один ход. А мы сможем вообще в один ход закрыть? Не сможем. Через приказ. Приказа нет. Нет, сможем, через разведчика же сможем. Закрываемся через один ход, да? Раз и два, все. Добрый день. Так, можем пострелять сейчас, чисто ради экспы. Поехали, раз. А здесь 92 с критом 2. Ну, что мне сейчас в тылу мутон просто. 92 мимо. Ёпар СТ. Так лучше, так, наверное, по этому. Хотя там хп много слишком. Даже 80 проще убить с семью хитами, чем понятным. Понятным. Грязь. Ура! Ну, я здесь, типа, мог попробовать подойти, кинуть светошум, но... Все, с богом. Прикиньте, вот два мутона падают к снайпам в тыл. Встают на Overwatch и все. Ну, как бы это все. Это, скорее всего, шот сразу же. Привет. Аконе the one. Привет. Ну и дредноут. И даже там инж бы не помог этот. Потому что... Ну, потому что там два мутона. Да, инженер ранен на месяц. 84 бакса несчастные. Ну, я там копаю, типа. Время не теряю. Здесь мастерскую надо бахать. Здесь третья лаба, надо бахать. Скорее всего, на парогенератор вкидываться. НЖ-34 маловато. На спутников его не хватает. Спутник можно приобрести еще один сейчас. Потому что у нас слотов 4 под спутники, а у меня их 3 сейчас. Это не говоря уже о том, что хотелось бы страховочных. Ну, или уж дождаться дредноута, там уж как-нибудь, как пойдет. Спутник запустить надо как можно ближе. То есть 30-го числа. В Нигерии спутник надо запускать. Дволин, привет. Да, ну я, пожалуй, закуплю еще один спутник. Хочется, конечно, на мастерскую. Она столько денег экономит. Еще похищение людей чрезвычайно вы охренели. Места, где появились пришельцы, отмечены на глобусе. Двух дней не прошло, понимаете? Террор, миссия совета, поезд. Похищение и дредноут сейчас будет. Пять миссий в два дня. Ну, это значит, что как минимум тебе нужно минимум пять ходовых отрядов на... Ну, у меня люди закончились почти все. А тут чрезвычайные. Хорошо в стране, где максимальная паника. Но это очень плохо, на самом деле. Нигерию можно засейвить. В смысле? Даже если я эту миссию выполню, там не сильно паника снизится. Ее сейвлют исключительно спутника минус десять. Короче, берем... Берем донных снайпов. Берем всех, короче, со дна. Видимо, мне придется тут двумя рокетами отбрыкиваться. Медика еще же надо их по-хорошему взять. А медики все заняты. В одного, правда, ранения день. В теории он должен успеть. Да, он успеет. Танчик можно взять. Вот, танчик зайдет. А, танчик пробит. Ёпресс, этот танчик же пробит. Еще опция фатижную вытащить. Конец месяца просто аховый. То есть, я не помню, чтобы когда такой... Я помню, что в прошлый раз было, типа, вот, напряженно близко. Довольно много миссий. Но я там все успевал. То есть, не было ситуации, что нет состава. Тут даже у меня все... Мало того, что у меня лемминги прокачаны все сорок базовых. У меня пятьдесят человек. То есть, я взял еще четыре, потом двух еще закупил. Понятное дело, что есть еще не качаны три человека. Только три человека. Но, по сути, это те новые, которых я закупал. И все равно не хватает. И все равно не хватает. Надо ждать инженера. А, инженер и так один. Видимо, тремя рокетами надо сюда заходить. А у меня нет больше толковых людей, кроме как... Вот этот рокет. А пулич вернется второй какой-нибудь? Вернется. Вандорн вернется. Давай пулича возьмем. Набрали. Кое-как набрали. Хороший рокет. Снайпы, конечно, базовые вообще. Тоже, кстати, неплохой рокет. Правда, он не точный, но у него ложись, поэтому... Надо понять, кому датчик движения давать. И что, я без инжа пойду, что ли? Ну, учитывая такое количество рокетов, может, имеет смысл без инжа сходить. В Дымчанске здесь парочка есть. Но это чрезвычайно. Блин, это же чрезвычайно. Ну, рокетами гасить всех надо. Просто прицеливаешься, гасишь. Прицеливаешься, гасишь. Дядя читер, привет. Как дела? Отвратительно. Отвратительно. Я переиграл террор. Прошел его... Потерял больше половины мирных, где-то человек 10. Потом прилетела ожидаемая миссия Совета. Но она была не разминированной, как в прошлый раз, а сопровождение этого ученого. Ничего страшного в этой миссии не было. Потом прошел поезд, который... На котором мы, к сожалению, к сожалению, потеряли... Нет, получили серьезное ранение у одного... Одним инженером. И покоцали на три дня танк. И сейчас еще до Дредноута, хотя я думал, что это Дредноут, прилетает чрезвычайная по сложности миссия по похищению людей. 29 число. То есть не прошло двух дней, у нас четыре миссии. Еще пятая на носу. Самая сложная. В слепую, конечно, здесь нереально вообще играть. Что если ты не знаешь последовательности, если ты не знаешь, что тебя ждет на миссии, то это просто самоубийство. И в этой связи я, конечно, сдохну. Ну, то есть... Потому что я не видел то, что там впереди опять. Ладно, поехали с Богом. Два дыма, аптечка, страховочная аптека есть. Параполимерчиц, каков? Три рокета. Готовимся к выставке. Три рокета. Так, внимание. Вас ждет работа в самом центре Нигерии. Стало известно, что участились попытки похищения людей пришельцами. Чтобы не допустить паники... Лос-снайпер говорит, удачи, Михаил. В бою хорошо, что зашел прям под краткое содержание. Да-да-да. Так. Ну, смотрите. Это миссия экзальта только с другой стороны. А, нет. Это миссия, где вот здесь вот стоит... А, я датчик движения не взял. Чувствовал, что что-то забыл. Короче, видимо, надо будет играть через внутряночку. То есть сюда заходить. Возможно, одного снайпера вывести на этот угол. Там больше позиций нет, кроме как для одного человека. Там следующая дверь есть. Возможно, через нее также надо будет заходить. Но самая большая проблема... А, это два строения, да? Одно, второе. Стенка разделена. Самая большая проблема в том, что у нас 8 человек с одной стороны, а с другой стороны... Каверов поблизости только 5. Ясно. Ну, то есть два дверных проема до снайпа, которого там можно влево увести как-то. И все. А врагов полтора-два десятка. Жесть. Не, мне самому не понравилось это описание, если честно. Выполняю. Тут с натяжкой можно, конечно. Давайте лучше этого пули здесь поставим. Конечно, есть рокеты. Слушаем, какие паки для начала. Бегают близко. Судя по следам, это сектоиды вообще. Я не знаю, стоит ли здесь... Не, надо вот на эту дверь выдвигаться. Потому что это доп-ковер и доп-угол. Тут так более-менее трое смогут поработать. Ну, и то рокет вряд ли. Инжа не хватает. Потому что он бы здесь, конечно, сильно помог. Так, снайперам нельзя раньше времени выходить. Не дай бог, он из-за угла увидит. Слишком много. Короче, еще пара каверов. Ага. Но они, скорее всего, прямо за этой стенкой находятся. А, нет, стекла выбивают. Они здесь еще бегают. То есть, открою дверь, скорее всего, два пака. Классно, блин. Ну, я располагаюсь. У меня нет выбора. Причем я буду открывать дверь, наверное, сначала левую. Не факт, что я правую вообще буду открывать в такой позиции. Нельзя пока. Ты выйдешь в один ход, выйдешь. Туда же. Возможно, туда же. Но не факт. Но ты все равно отсюда не работаешь. Никак. Блин, там полтора-два десятка врагов за... Ну, хорошо, что мутоны не рычат. Ладно, с богом, друзья. Пулем. Да, пулем. Три фемена. Раз, два, три. И вот сейчас, на самом деле, я сомневаюсь, что стоит открывать эту дверь. Здесь вроде как никого нет. Не, надо открывать. Да. Закидываем рокет. А то и два. Поехали. Хорошо. Попали по всем. Кроме одного кавера все сняли. Здесь, соответственно, пулич, скорее всего, будет стрелять. Снайпы не алло. Я не пожалею еще одну ракету, потому что у меня их много. Мне нужно позицию занять хорошую. И, наверное, тут даже шрида пойдет, потому что каверов нет. Шансов нанести дополнительный урон больше. Вот именно так. Хорошо. Одного убили. Двое мега ранены. У этого одна цель. У этого две цели. Выбираем того, у кого одна. Добиваем тем, у кого вторая. Хорошо. Нельзя здесь подходить, потому что мы не уверены, потому что здесь пака не будет. Выцеливаемся, верим. Сейчас еще один ход подготовки. Блин, кислота-кислота. Сикеры. Сикеры-дроиды. Блин, вот сейчас у меня снайпы, конечно. И еще афигманы. Ёпарэс, это трындец. Ну, а что мне делать сейчас? Пасекерам шреду давать надо вот этим вот товарищам. С колоссальным отклонением. Но делать-то здесь больше нечего. Поехали. 1-4-2-2. Ракета сильно не попала. Еще один рокет куда-нибудь. Не знаю, куда, блин. Я боюсь снайпами выходить, потому что их сожрут просто. Вроде как и нужно выходить, чтобы они хоть как-то работали. Может, одним снайпом прикрывать другого? Кстати, неплохой вариант. Да, давай так. Так, что делать? Дым. Там четыре фингмана, все битые. Один дрон, один сикер. Может, даже подойти сюда и... Встать. Ну, короче, это не работает просто. Давайте попробуем. Ну, и подсветить, может быть. Да, для снайпа подсветили. Так, здесь... Черт его знает. Два сикера там. Два сикера. Ладно, стреляем как можем, пока не взлетел дроид. Молодец. Соответственно, выцеливание. Надеюсь, сапресс. И дым, скорее всего, я вот на левых попробую закинуть. То есть, подведу еще вот сюда одного рокета. Чтобы у него была возможность пострелять. И медикам попробуем закинуть дым на этих двоих. Потому что они стоят под полукавером. Плюс здесь стоит еще человек с сапрессом. Ну, которого... На которого приоритет высокий. Так, стекла, стекла, стекла. Могут слонг же обойти? Нет, справа же могут обойти меня. Следующий ход могут обойти. Этот подходит сюда. Там их четверо было. Двадцать шесть, блин. Так, флангует его снайп. Этот бой готов. Хорошо. Ну, давайте. Снайпы работают. МС-1. Три, именно три. Это тоже подходит. Смотрите, здесь люди. То есть, оттуда надо уходить. Я не могу подойти и открыть дверь, потому что это не все паки. Еще там минимум один есть. Я думаю, что можно все-таки потратить еще одну ракету. Хотя я могу спулить пак, но могу и дать... Да. Повышение и от одного покоцали. Хорошо. Значит, один здесь, один здесь. Это два Thingman. Так. Я бы этого сюда помогать снайпам кальмаров снимать потенциально. Группироваться надо, короче. Группироваться. Сейчас вот надо здесь где-то группироваться. По нескольким причинам. Во-первых, потому что тебя потенциально двое могут обойти. Здесь мы... А, мы убили того, да? Ну да. Короче, Рокет сюда. Пулич сюда. Снайпер прицеливается, чтобы снимать краба, если что, с головой. И сюда. Овер. Овер. Блин, вот этого тоже надо было убрать. Было вот сюда вот. Потому что если выйдут... Ну, хотя... Паника, да? Сейчас надо к снайпам, видимо, лететь. Потому что сикеры вот в этот или в следующий ход уже доедут. И будут жрать меня. Вот уже здесь один. Сикер. У меня ракет по-прежнему много, поэтому я, пожалуй, вот так уголочек сниму. Во-первых, есть вероятность второго за... Заметить. О, это папка сикер вообще. Офига себе, у него там хпшечки. Очень много хп. 13. Понятно. Беда. Беда, потому что мы не факт, что его убиваем сейчас. Да. У него и брони, и на единичку больше. Варианты. Нет вариантов. Болен, снайпа могут убить просто. Нет, давайте прикрывать, попробуем. Если те на панике... Ай. Ладно, с богом. Да, и он снайпа 57. Давайте, надо убить. Убить, снайпер. Ай. Жри, не стреляй, жри, просто жри его. Нет. Пот. Он битый, красный туман, все дела. Тварь. Так, еще где-то один сикер, но я что-то не хочу там больше находиться. Он реально мог критануть, и шесть хитов вообще легко мог снять. Я слышу дроидов. Так, снайпо всех сюда. Смена магазина. Начинаю наблюдение. Начинаю наблюдение. Начинаю наблюдение. А, вот там второй сикер. Последний имеется в виду. Ну да. Я понял. Окей. Помним, что... Так, выцеливаемся раз, выцеливаемся два. Перезаряжаемся, прицеливаемся, прицеливаемся. Прицеливаемся. Овер. Перезаряжаемся. То есть еще два фингмана. Дроиды. И сикер. Давайте. Мне нельзя будет за этой стенкой всеми, поэтому я и снайперов тоже сюда подвожу. Иначе, если мы идем вперед, то мы не прикрываем пацанов никак. Пацаны. 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 Вот он. 80-100. Хорошо. Вишь, почему на ютубе это 23, на гг 25, не понимаю, сложно помогить. Видимо, аспирант пропустил какие-то части. Так, вот сейчас можно уже выводить снайпера. Кроме этого сюда. Это вы тоже куда-то в ту сторону. Слушаюсь. Помним про фингманов. Вот они. А нет, это дроиды. Ой, какой здоровый дроид. Я первый раз такое вижу. Просто огромный. Сколько у него хп? Это папка дроид, что ли? Нет, это ракурс, видимо, такой. Ё-моё, это огромные машины. Смотрите. Как обычно, но здоровые просто раза в два больше. Что? Вы видели когда-нибудь таких дроидов? Дроиды-убийцы. Интересно, а папка дроид есть? Ну, чтобы у него там 40 хп, такие вот все вещи. Наверняка тут еще боссы есть. Эти кусаются, говорят. Так, ладно. Попытаемся увидеть, где там эти. Увидели. Вот опять эти звуки непонятные. То есть, как будто спулили, а на самом деле не спулили. Что за... У меня нет разведчика, чтобы все это чекать. Да, вон он стоит. Понял. Неплохо стоит так. Непосредственно. Пусть весь мир подождет. Конец, лунатику. Сейчас разберемся. Спешу как могу. Еще один где-то. Дискавер может упасть. Вон второй. За фулл кавером стоит сучок. Ну, пробуем машину взорвать. Это не такое сложное дело, особенно с уклонением и с тремя рокетами. Последний, да? Чрезвычайно, но 14 человек. Я не понимаю эту игру. Я летал в этом же месяце. На высокие по сложности там было 17 человек. На средний летал, где тоже было больше народу. Какой-то дикий разброс по... По рандому. Плюс 3 меткости пули, чем. Ну, бас снайпер плюс 5 получает и хит. Очень хорошо. Здесь стабильность платформы. 80 плюс 2, но дали хит. 115 баксов. Да, толку там. Что мне делать с этими деньгами? Вообще, тебе перехватчики нужны. Причем тебе нужно уже Африку прикрывать. Что в следующий... Да, тебе нужно туда перехватчик взять. Отсюда уводим. Через 2 дня сюда закинем. Генератор готов сейчас будет. Спутник не заб... Высок... Да вы что... Мне кажется, надо скипать это. Ну... Ладно, у нас пацаны, может быть, выйдут фатижные в течение там суток-двух. И то не факт. Вообще не факт. Тут 4 человека топовых выйдут после экзальта. Спутник на всех случаях напоминает. Да, я понимаю. И вот сейчас выбор. Лететь, в общем, ни на него или не лететь. Средний сбит тремя реальным. Но я останусь... С мега-несерьезной защитой здесь. Через 3 дня придет. Через 2, 3, 5, 5, 6. Надо попробовать, короче. Надо попробовать аккуратненько его. Пострелять хотя бы до половинки. Посмотрим, короче, по динамике. Если вот первый корабль нанесет 3 плюс выстрела, то норм. 3 плюс выстрела. Тогда реально сбить тремя. Потому что упускать тоже не хочется. Это Элен Ресерч, это потерянный ресурс, потерянный опыт. Ладно. Попадает он сразу. Два раза. Нельзя. Нельзя его трогать. Потому что банально нечем. Вероятность того, что я его собью, крайне мала. Увы. Так, 30 число. Пора запускать спутники. По крайней мере в Нигерию запускаем. Там на 2 единицы снизилась, конечно, паника. Есть еще один спутник. Но мне его пока некуда запускать. Так, чтобы еще при этом контролировать ситуацию. То есть мне нужно закупить миллион кораблей после дредноута. И накрыть двумя-тремя спутниками в следующем месяце уже. А пока улыбаться. Шесть часов тут еще будут. Ну вот в основном регионе, конечно, все получше. Там и лазерная пушка через 3-5 перехватчиков есть. Ворон в бою готов. Это вот надо переводить его из... сюда. Ван Дорн вернулся на 4 топовых с экзальта вернулись. А вот и дредноут. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Ну, как бы... По проверенной схеме 2 снайпам. 2 пулеметчикам. Не топовых вообще. Второй не топовый. Но с хорошей точностью. Естественно, инженер плюс 5 защиты командир. Естественно, Валера. Медика нет. Твою налево. Шесть часов медик ранения. Восемь кораблей упустили. Восемь часов десант. У него после этого еще будет... Короче, давайте запишемся на случай, если что-то будет не так. Ну, и я шесть часов в любом случае жду. Получается. За час до миссии медик возвращается. Ёпареса ты! Какой же... Какой же... И один слот остается. Ладно, давайте экипируем пока те, кто есть. Блин, дредноут нифига не простой, конечно. Конечно. Вот этому, кстати, имеет смысл... Ну, у него и так меткости все ок. Страховочную аптеку дать. У него и так 100% попаданием. Валера, датчик движения. Еще один снайп. Так, и кто еще? Выбор невелик. А, Рокет, конечно же. Что значит выбор невелик? Реально нет уже выбора. Класс. 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 Ладно, 4 дыма есть. Я думаю, вместо... Нет, вместо ракеты не надо аптечку давать. Ты уж лучше какому-нибудь снайпу выдай. Еще одну аптечку на всякий случай. 85 плюс 18. 81 плюс 18. Да. Ну, 8 упущенных кораблей, большая часть из них... Ну, то есть, это 3 дестройера, которые были покоцаны и не сбили спутник. Нет, один сбил спутник, двое не это самое. Одна средняя на ложку, а все остальное это похищение людей, которые были замечены, но мы их не сбили. Так что... Не такой уж плохой результат. Ну, че, полетели? Нет, не полетели. Торопишься, у тебя медик без... Без брони был. Да, 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 да. Валера, уважение. Блин, густого дыма нет, конечно. Полетели. Дредноут. Штурм-1, готовимся. Летим в Китай, там сейчас неспокойно. Как там наши, интересно, они уже... Они, наверное, уже на месте. Может быть, даже на стрим заглядывают. Не сгораемый сейф, просто, после дредноута будет? Не-не-не, не сгораемый сейф будет после первого месяца. Только на это мистер Н1 согласился. Короче, я помню эту миссию, и она помнит меня. У нас это взаимно, в общем. Разберёмся. Иду на позицию. Руберс на дороге, и дети в заднем задании. Слушай! Слушай! Ха-ха-ха! В прошлый раз мы дредноут прошли, потеряв танк. Как раз вот он кибердиск вытанковал. Топот здесь, рядышком. Много мутонов. Пара киберов, в том числе, и телепортирующиеся. Привет, Квиз. Да, первый пак. А что, во втором экс-чеме нет лонгвара, есть, конечно. После первого месяца не сгораемый сейф, то есть после марта. Ну, ему нужно ещё... Так, я вижу, пак. Четыре человека в этом паке. Но рядом больше никого. Помним, что здесь скриптовые ещё падают. Причём, кажется, они сейчас должны падать. Готовьте пушки. К вам приближается отряд противника. Блин, надеюсь, я пулеметчик не тапера взял. Так, желательно этих бы подождать. Ждём. Как же мне звук киберов, не нравится. Он вроде клёвый, но с ним такие ассоциации связаны, что... Ждём тымена этого несчастного. Вообще, каждый ход ожидания увеличивает шансы на то, что у меня рашить будет. Да, понятно. Причём, я знаю, что у него модель поведения идти на меня. То есть он знает, где я нахожусь. То есть я знаю, что он придёт. Ну, он собака, не идёт. Да, вот он. Всё, слава богу. Ну, то есть не слава богу, потому что он выходит с той стороны, где пульча не работает. То есть нет шансов... Да, нормально. Я хотел сказать, что нет шансов по нему наувере попасть. Я пробую сначала снайпером прострелить его. Да, у меня дежавю, потому что такое уже было у меня. Надо, видимо, его сопрессить. Да, ёппер СТ, ну как так? Пробую попасть хотя бы, чтобы ранить. Потому что, да. Сейчас будем танчиком пытаться пулить те, кто прям по курсам. Выманивать паки, избавляться от тех, кто рядом. Здесь, наверное, полтора десятка рядом может быть. Ну, то есть трипака где-то. Трипака вот плюс те, которые на скриптах появляются. Справа пак мутонов. Ну, мутоны или тоны. Как же вас много, а? Наверное, сейчас датчик надо ее узнать на всякий случай. Что, что-то много всяких звуков? Не, пак здесь только один. Пули мы у вас, скорее всего, да? Да как? А, ну он за находится. Угу. Я понял. Еще скрипты. В этой части из пистолетов не стреляют? Нет, здесь есть... Ну, то есть снайпам имеет смысл пистолеты выдавать. Но нет такого типа, например, прокачки, как во второй части. Что... Ну, пистолетные снайпы. Так, четыре овера. Еще справа один, блин. Хорошо, танчик справился. Все-таки молодец. Девяносто. Девяносто. Давай с критом сразу. Где крит-то, е-просота? Молодец. Повышение. О повышениях, конечно, рано говорить, потому что... Еще надо живыми с этой миссией выйти. Ну, не уйти, а именно за закрытую миссию, хорошо. Мне, в общем-то, кажется, что... Не надо лезть сейчас всеми. Да, вот они. Три мутона, е-мое. Блин, я пущу рокеты убрал, конечно. Ну, что, если отсюда выйдут, это полу-ковер. До свидания. Дымчанские раны, они не факт, что вообще найдут дорогу до меня. Два варианта. Либо они пони за счет пройдут, либо они по правой стороне будут идти. Правой по правой стороне плохо, потому что овер не работает здесь. БМП 60 уже ранее. Держись, танчик родной, держись. Держись. Снайпы не видят нихрена. Вот это мне прям очень нравится. Вроде фулл-ковер, но здесь, видимо, какая-то особая уличная, блин, магия. Время молиться. Литун доходит до нас. Литун здесь. 35 мимо. Повезло. Снайпы и как там вообще? Не видят, не видят. Охренеть. Ну, что за... Поехали. И муха не пролетит. Ясно. Начинаю наблюдение. Выполняю. Короче, сделаем так. Не хочу вот танчиком еще. Сейчас спрячемся. Сейчас мутоны могут полезть. Блин, это первый пак. Да, Литун здесь подходит. Ну. Он где-то за стенкой, видимо. Он здесь за стенкой где-то. Вариант кинг-гренком. Снайпов опять надо за каверы ставить, потому что, не дай бог, вылетит. Не, короче, надо оверить просто. Улыбаться, оверить. И надеяться на то, что Литун не фланганет, и его там расстреляют. Сейчас он вылетит. Ему нечего больше делать. Проценты в 60, что я... Ооо, лидер пака ведет мутон. Два овера срывает, умирает. Но это плохо, потому что Литун действует полноценно. Еще один идет, кажется. Мутон. Нет, слава богу. Блин, опять снайперы не видят. Как же вы меня задрали со своим виженом. Отвратительно просто. Просто отвратительно. Жду. Я ничего не могу сделать. Ну то есть... А что? А что я могу сделать? Я просто убираюсь из-под его вижен и надеюсь, что мы по нему попадем. Литун или мутон? Кто там? Там и то, и другое. Вот, Литун подходит опять. Да не могу я... Не могу я лезть вперед. Во-первых, он на овере может стоять. Во-вторых, выйду там еще два мутона. Во, еще мутон. Как он здесь казался-то, блин? Кулечи работают. Вот он. Литун. Кто-то по нему 40. Есть. Уже ранее... Уже хорошо. Уже не 36 будет. Уже процентов 15-20. В аналогичной ситуации. Марксинскую можно дать снайпу. И на маленьких картах контактных, если уж ты любишь играть через снайпа. Особенно если у тебя какой-нибудь еще один мутон. Но это последний. 90-90. Шатали. Все, Литун должен валиться. По идее. Я бы в этот момент планово перезарядился. С чередованием, естественно. Танчик пока еще не пробит. Пока еще броня. Но мне нет дугомета, нет починки. Ждем Литуна. После этого проходим Танчиком дальше. Странно, что здесь всего один пак поблизости. Обычно здесь бывают 2-3. А может, кстати, они и идут сейчас. Вполне вероятно. Здравствуйте, кто там? Вон он. По нему 64, я попробую пострелять. Ой. Ну что, попробуем. Начинаю действовать необдуманным. Это чувствуется подвижением. Думаю, может, дым пока не поздно. Танк может пробить, гад. Давай дым. Остается 2 дыма у меня. Есть 4. А еще кто-то там? Да ладно. Либо это баг, либо подо мной типа кибердиска что-то. Так, взлетает пули, чего на излете шатает. Блин, кто-то топает. Да нет вроде никого. Кто топал-то? Мутоны, говорит Сокол. Типунтиный язык. Кстати, Сокол, я PUBG скачал вчера. У меня была депрессуха. Арконс еще приходил, спрашивал, когда там PUBG. Ну, Арконс, ты же понимаешь его. Я мигом. Надо порадовать. Бегу. Бегом. И я поставил PUBG. Некоторое время надо здесь понаходиться. Во-первых, потому что скриптовые. Во-вторых, потому что второй и третий пак могут сюда прийти. Более того, даже лучше, чтобы они сюда пришли, блин. Потому что... Дальше... Дальше будет сложнее. 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 Да, прям по курсу мутоны. Вот если... Кто? Вот показывают камеры, как будто здесь кто-то есть. И всеми медалями, которые заработал на протяжении полугода. Что, think about it, пишет? Think about it. То есть у тебя? Ты пережил столько FIF? Окей. Молодец. Тебе хорошо говорить, учитывая то, что амнистия была. Совсем недавно ты, видимо, под нее попал. Сыкл активирует премиум 16 месяцев. Ооо, вы слышали сектоидов? Мне кажется, надо еще пулить от... Ну, короче, возможно, остаться здесь на какое-то время. Скриптовые должны стригериться. Просто если я сейчас убил только один пак, а на карте 39 человек... Ну ладно, с десяток это скриптовые. Но 2,5 десятка, 2,5 десятка отборных мутонов и кибердисков ждут меня в одном месте. Я помню это место. Помню его хорошо. И я не уверен, что... Вот скрипты. К вам движется отряд противника. Готовность номер один. Я к тому, что может имеет смысл как-то спулить аккуратненько. Ну где, где? Покажите, куда падают. Алло. Крыса сзади за снайпами. Прям, вы что? Пулич сразу. Ооо, уважение. Потому что здесь, по крайней мере, дистанция есть побольше. Может быть, это поможет. Ну и если ты пулишь издалека людей, они естественным образом растягиваются. То есть чем ближе ты к спуленому паку, тем больше вероятность, что тебе придется воевать с... Ну, одновременно со всеми. Сентинел, уважение. Да, это по пулемячку, видимо. Но я все равно проверю танчикам вот то, что вокруг, вот здесь вот. Но мне кажется, что они толпятся там в одном месте. Да, видите, здесь пусто. Триндец, приплыли. Блин, как мне быть? Там просто все еще пулиться. То есть ты пулишь один пак, пулиться все. Я помню это. Там их стоит 20 человек. Еще один фингман падает. Ребят, никто? Ё-моё. Классно снайпы стоят. И сектоида еще видно. Так, ну допустим, пуличем мы закрываем дальнего сектоида. Это безусловно. Допустим, вторым пуличем мы возвращаемся. Хренас два. Видимо, гренку надо кидать, чтобы не сдохнуть от этого. Может быть, даже кавер здесь снесем. Да, расчет на то, что кавер снесется. Ничего он не снял. Но, к сожалению... Надо пробовать рокетом, видимо, вот так. Он видит только сектоидом. Более чем, как-то так. Да блин, он все равно увидел меня. Ну как тут же... Тут же, блин, стенка, суком. Что, мяу? Я вижу стенку, но это тоже такая фейковая штука. Пистолет же. Что ты, во-первых, используешь капс? Во-вторых, при чем пистолет? Кем ты пистолетом бы собирался убивать? Скажи мне. Снайпами, которые спиной стоят к сектоиду? Или кем? Мне просто интересно. Расскажи, пожалуйста. Очередной эксперт с этими советами, блин. Ненавижу вас. Поняла. Принято. Главное, кричит еще такой. Направляюсь на точку. Начинаю наблюдение. К бою готов. Ясно. Начинаю наблюдение. А вот Арктонс. Ну, подходите, гады. Короче, друзья, я не знаю, как мне убивать все два с половиной пака. Так сектует по сапрессам же, сори за капс. Ну, сектует, это 70 меткости. Сапресс снимает 30-ку, а те стоит без кавера. Стало быть, он с более-менее нормальной вероятностью, плюс 50% критом, стреляет мне в спину. Или это считаешь нормальным? О, понеслась. ГГ, Танечка, короче. Танечка не может уехать. Хотя можно по этому пострелять. Это правильно. Ну, блин, 86 ваша жметь. Ну, серьезно. Это может сгореть даже. Может докинуть дым. Да не докину, я дым. Там просто по танку слишком ноги будут стрелять. Я через приказ могу дым докинуть. Постараться, по крайней мере. Надо пытаться. Что Танечка там прям нет цели. Ну, как ты его не видишь, скажи мне. Танечка, держись, прошу. Там два пака. Мутоны, литоны. Потупите, пожалуйста. Не надо стрелять. Мимо, 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 мимо. Попал. Ну да. Мутон еще. И третий литон. Ё-моё-моё. Не надо. Хорошо. Только не мутон. Хорошо. Танчик живет. Здесь надо бахать плотно. Здесь тоже нельзя куда-то там за кавер уходить. Надо просто стрелять, ранить, убивать. Хорошая новость в этом всем. Это то, что мы с вами, по крайней мере... По крайней мере, не спулили... Все. Понимаете? Мы спулили два пака. Снайпа надо сейчас как раз выставить. Ему перезарядиться нужно заодно. Литон здесь. Пулечи видит. Лучше его на овер поставить. А снайпом бахнуть. Да, здесь уходишь на случай, если фланг перезаряжаешься. Ну, к сожалению, надо стрелять. Пулечим. Потому что... Что еще? Как иначе? МПшку совсем назад. Этого тоже сюда. Там два сектоида мутон. Ждем на оверах. Слияние. Сейчас спалим двух сектоидов. Но меня больше не мутон, конечно, интересует. Мутон, который знает, куда идти. Они все знают, куда идти. После пулом. Привет, мистер Пэк. Я пользуюсь случаем. Перезаряжаюсь, прицеливаюсь. Да-да-да. Будет идти по левой стороне. Мутончик уже пробит. У него осталось всего 12 хп. А впереди еще минимум... Ну, два кибердиска, точно. И, наверное, человек 8 мутонов. Рассужден. Рассужден. Добрый день, кхенек. Женек. Топает. Вот, пошел сектует. Блин, столько стыгей ретон оверов. Плохо. Возможно, дым надо было делать. Или делать сейчас. Может, сейчас, если мутон выбежит? Да, мутон выбегает. Вот это плохо. Не надо. Ядрить. Я попробую его покоться, конечно. Парочкой полечень. Хорошо. Еще. Да, потому что у меня есть сапресс на медике. Он с такой темой меня не пробьет. Тем более, да, убили. Хорошо. Жесть. Я женек. Гхенек. Гхенек. Простой парень. Гхенек. Сектуэт сыт. Ну, сейчас уже нужно идти вперед. Сколько у нас человек убитый? Человек 15, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, одиннадцать. Пятик было семеро. Почти. Шестнадцать. Подождем. Да, он обходит, кстати. Он по правой стороне сейчас будет меня шатать. Вот он. Ладно, стреляем. Рокет попадает разок ранения. Там еще Пулич рядышком. Ну, вот и Пулич, это ГГ. Ладно, шестнадцать человек из тридцати девяти. Там все равно три пака. Плюс кибердиск. Мне кажется, надо уже эти все-таки... Все-таки надо идти те столбы занимать. Помним еще телепортирующийся кибердиск. Вот я сейчас на дредноут полетел, говорит Юрич. Удачи тебе. Блин. Удачи. Или отсюда поработать. Плюс вот работа отсюда в том, что ты закидываешь дым. Во-первых, не факт, что ты уедешь этим танчиком. То есть я обычно эту миссию пытаюсь пройти вот через эти возвышения. Не, надо туда идти. Потому что там и Рокет лучше работает, и... Короче, смещаемся. По полходам. С оверами. Кроме Пулича, разве что? Хотя Пулича лучше сразу ставить на правильное место. Танчик жалко. Он уже отправляется на пару недель минимум. А месяцы впереди как бы вообще нелегкие. Но я эту концовку... Я концовку вот текущего месяца запомню надолго. Потому что она была самой жесткой за всю мою... Хоть и недолгую, но историю. То есть я не помню, чтобы в течение... Двух дней... Было шесть миссий. Шесть миссий. Ладно, поезд типа за миссию можно не считать. Но кто-то на нее должен лететь, правильно ведь? Направляюсь на точку. Вот так вот. Уже выдвигаюсь. У нас есть Рокет. Двигайся указану. В количестве трех штук. Одна гренка есть. Еще пара дымов. Насколько я помню. Привешь, парагон... Хак Кринджану... Хак Кринджану? Хорошая мимия. Короче, пробуем... Подойти. Друзья, пробуем. Не забываем, что, блин, Танчик еще же полукавер дает. В особо сложных ситуациях можно... За него спрятаться. А Мэг вообще фулл кавер, между прочим. Надо Мэга встроить. Я считаю. Мутант. Мутант подержал. Доколе. Доколе синевиков будут притеснять в этом чате. Бунды. Бунды синевиков осмысленные и беспощадные. Кто? Кто притесняет синевиков? Покажите. Что же чертовщина? Так, бунды. Бунды. Бреды. Так, занимаем здесь места. Места, места, места. Выполняю. Вот я помню про телепортирующийся кибер, но мне нет понимания вообще, как нам его ждать лучше. То есть он же появляется вообще, где ему вздумается. И, соответственно, ты не можешь гарантированно расставить бойцов так, чтобы, например, у тебя пулич был способен его подсопресить, хотя бы подсопресить. Мне кажется, надо подъехать тут буквально на две клеточки дальше, чем вот эта штука, чтобы просто убедиться в том, что мы можем забраться наверх. Наверх мы в первую очередь закидываем снайпов. Опасно все равно. Снайпов и двух пулей чьи. Потому что это основные люди, которые контролят и наносит урон. Мне кажется, медика надо сюда перенислоцировать сразу же. Миша, спасибо, спать по твоей стримы одна из лучших вещей в жизни. Там, кстати, кибердиск звучал только что. Ну, если вдруг вы пропустили. Киберод, напомню, два. Два, Карл. Я увидел чуть больше, чем планировал. С горем пополам. Надо еще сзади этот включить. Расшевелить этот гадюшник, короче. Сейчас меня могут просто здесь убить, надо посерьезней. Ну, не факт. Пробуй так. Я понимаю, что ты медик. Хорошо. Выполняю. Шевелись. Латва. Вообще-то, вообще-то, нужно еще рокет поставить по-хитрому. Но он не помещается просто. Надо убрать медика, видимо. Или инжа, или медика. Лучше, наверное, инжа. Ох. Двери открыты. Справа пак. Блин. Что же делать-то? Здесь бы разведчик инвизный помог. Потому что он, в отличие от танка, может себе позволить закинуть скан издалека. И снайперы, глядишь, постреляют. Хотя в таком случае все равно все пулилось, насколько я помню. То есть все вообще, что было вокруг. Пулилось. Ну, чего, едем. Пытаюсь подсветить. Ну, по-хорошему, по-хорошему. Я должен пулить Папакова. А, даже так. Скрипты, стоп. Сейчас назад немножечко. Сначала надо избавиться. Обычно на крыше падают. На левую, на правую. Ну, и сзади еще. В этой ситуации. Сзади крыса. Окей. Почему мы ее не видим? Так, танчик назад, пожалуйста. Сейчас вот бы... Главное, никого не спулить. Я переведу еще пуличем. Потому что он просто... Видел. Топают слева. Блин, близко они. Да, бежит. Крысам. Бивай меня. Привет, Данпл. Правильное слово ты выбрал. Еще каждый патрон на вес золотом. Перезарядки обязательны. Потому что... Как бы нам не пришлось держать киберов под сапрессом, блин, постоянно. Ну, надо вообще рокетом бахать. Еще летунов пак там. Ну, или комбинированные паки. Я уж не знаю, кто там, как там. Да, вот. Полетели. Что это? Что там? Мутон-мутон? Мутон. Ладно, один мутон далеко. И самое главное, что... Мы спулили реально один пак. Это прям радует. Конечно, тут не попасть никак, вообще. Надо пытаться медикам убить. Чтобы оверы остались у нас. Так, назад, Танчик, родной. Все, ты свое дело делаешь отлично. Там еще минимум два мутона, но мне кажется, что... Мне просто не показали еще мутоны в паке. Нет, два. Хорошо. Просто ждем, терпеливо ждем. Тут очень хороший способ мутонов порасстреливать. Ну, потому что у них укрытий нормальных нет. Они меня не видят. Должны по лесенке подниматься. Когда они поднимаются по лесенке, у них нет... Ну, сразу нет кавера у первого, по крайней мере. То есть они выбегают в открытку. И сразу получают. Вот так вот. Но это не пак лейдер. Там еще один. Так, давайте-ка мы снайпами не будем патроны тратить. Второй там же. Потому что снайпам надо... Пуличи и так справятся. Два пулича здесь не промахиваются. Они эти 10-15 хитов у него снимут. Вот он. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Ой, БМПшка не отошла. Огневая, давайте, убейте. 80-80. БМП, живи. О-о-о-о. 8 хитов. Чего же я его так... Надо было дальше его отводить. Да я был уверен, что не достанут. Ну, ггшечка, короче. БМП может просто не уйти. В следующий раз от киберов, от их овервочи. Может быть, Валеру не трогать? А кого-то вместо Валера ты пошлешь, Вася. Либер справа. Ну, пуля, я все равно буду слева, потому что мне нужно идти с той стороны, где, типа, нет пака. Чтобы, если я его с пули, то это будет не два пака одновременно. Ну, это моя ошибка здесь. Я не думал, что вот отсюда можно увидеть. Просто, ну, век живее, век учись. Говорит, можно быстрее обучение за эту военную ресурс? Нет, он пока не разрушен. Его восстановить можно за увеличенное количество резов, но он пока, типа, ранен. И ранен он, ну, на месяц. Можно его раздолбать полностью, заплатить серьезные деньги и за 28 дней его восстановить, но это все равно очень долго. А вот, ёпп, РС и Т. Приехали, блин. Сколько? Три дрона, Сикер, Трилитунаму, Тон, Кибердиск. Хорошо, мы Кибер видим. Стреляем с Критом в Кибера, потом Шреду пытаемся его убить в один ход. Есть, Крит прошел, это очень хорошо. Рокетом, причем не Шредой, наверное, да, даже? Да, давай так лучше. Три клетки отклонения, капец. Что ж ты не прицелился-то точно? Попал, хорошо, очень попал. Второй Снайп стреляет по Киберум, пытается добить, но вероятность крайне низкая. Со Шредой, может быть, и убили как-то, а без... Урона не хватает. Тут только... А, Пулич видит еще. Да, Пулич попробуем. А... Шибко. 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 Приказ. Кому приказ? На Рокет приказ можно попробовать. Двигаюсь на позицию. Пиши, давайте, подобить с низкой этой. Да. Я думал, вы на этого, на Пулич. Надо попасть, друг, надо попасть. Есть. Ой, там как больно влетело. Еще взрыв. О-о-о. Во-первых, минус два сикера. Ну, минус Кибер, естественно. Здесь пытаемся улететь. Давайте сходим все-таки. Да, Рокет это единственный, кто может вот так с крауд контролем. Овер это Пуличевский. Молодец, снял. То есть, остался один битый сикер, здоровый мутон. А, еще новый, еще новый пак. Мутоны. Ох, 5, 8, 6, 4. Хороший Рокет. Рокет вообще тут все разоплотнил. Там, конечно, три летуна, два мутона и сикер. Но, по крайней мере, я увожу танчик к чертовой бабушке. Здесь, видимо, надо инжа спускать вниз. Улыбаться на оберах. У кого-то пятница. Да, да, да. Овер, овер, овер. Чакет поддержал ваш канал на стороне и сообщает. Кей, где ни фига себе. Скайп от Абвера ПЛЗ. Деловое предложение поступило. Скайп от Абвера. Абвер пишет. 18.20. Привет, фафашечку. Не хочешь? Не, я скоро в паб. К нашим с Женей пойду. Стрим офф. Короче. Привет, Кейк. Привет. Короче, у нас два мутона, два нолитона асикер. Наверное, нужно потихонечку пацанов перезаряжать. И ждать мутонов. Они должны выбегать. Вот первый выбегает. Тут балбесы одни стоят. Вообще ни черта не видят. А вот-вот уже нормальные пацаны. Вот это хорошее. Кейк. Я понимаю, да. Но тоже в расстройстве. Давай это самое. Не спонтанно, а заранее договоримся просто. И все, тем более. Впереди выходные. Можно все отлично спланировать. А? 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 Блин, какой же... Вот все сделал Рокет. Все сделал Рокет. Он бахнул раз, он бахнул два, он бахнул три. То есть, первые два пака, пара выстрелов. То есть, он реально затащил. Все, мы 30 человек уже положили. 32 будет. Как только Сикер проявится. Вот он проявился. Ну, ребята, ну. Серьезно? Никто не видит кальмара? Только я вижу кальмара, ребят. Все видят кальмара, никто не стрелял. Может быть, из-за того, что у него действия не было. А почему тогда этот видел? А, не забываем еще про кибердиск. Блин, реально, сейчас же кибер еще телепортирующийся. Все, на карте больше никого не осталось. 32 и плюс все, кто будут дальше, они будут падать. Блин, люблю этот кибер. Он появляется вот после этого, да? Сразу же. Не вижу его. Еще дальше, видимо, пройти надо. Нет его. Что? Как-то объяснить? Этот кабель выведен из строя. Постарайтесь как можно быстрее уничтожить остальные кабели с помощью взрывчатки. Внимание, что там один падает. Честно, у вас выйдет подразделение чужих. Это сектоид? Блин, где кибердиск? Вы издеваетесь? Где кибердиск? Тут 100% по сектоиду он как бы это не... Ну, почти 100%. Товарищи, но мы же знаем, что здесь есть телепортирующийся кибердиск. Мы знаем это. Он знает это. Почему... Почему его нет? Может, он появится только если мы, например, всеми, типа, пройдем? Нет, обычно проходили через двери, и все. Кабель обесточен. Осталось еще три. Нам сообщают, что в районе замечен противник. Похоже, к вам уже движутся лунатики. Может, надо снять узел? Да к узлам тут вообще никакой привязки никогда не было. Только в самом конце. Ждем еще два их скриптовых. Не, мне кажется, что это из-за того, что танк вперед идет. Что когда танк, не всегда скрипты срабатывают. Да ладно! А прикрыть? Слава тебе, Господи. Один промахнулся на 90 еще. Вы офигели, что ли? Я же думал, там... Ханкири, Вась. Сектоид же еще. Нету? Нету сектоида. Извините. Не ори на меня. Проходим дальше. Прикольно, что они не падают здесь. То есть, они падают в начале. Видимо, они падают относительно наших бойцов. Надо хотя бы так поставить пули чай этого. Так по-любому. Как угодно можно. Осторожно, девочки и мальчики. Похоже, скоро у вас будут гости. Еще один кабель выведен из строя. Осталось всего два. Ну, я надеюсь, что он не побежит на танк. По данным разведки, к вам движется противник. Готовьтесь. И не показали, как он движется. Там ФУФА создали, кстати. Кто хочет, велкам. Валера вообще за всех тащит. За всех этих кожаных мешков. Он все силовые кабели уже отключил. Плохо. Вот это плохо. Чтобы его душу выдвинулись уже. Может, попробовать обмануть? Валера еще годы не те. Маневренность не такая хорошая. Попробуем про это самое проскочить. Может, даже вот так. Но где второй кибердиск, я так и не понял. Валера старается. Валера увидел врага. Мне кажется, Валерий прилетит. Надо было бежать, спасать Валеру, друзья. Что это было? Да, он здесь. Спустился. Как насчет подсветить немножечко. Вон сидит, смотри, сучок. Снайпы. Работаем. Молодец. Последний, что ли? Не было кибера. И как это объяснить? Я не делал сейфлоудов никаких. То есть не вылетала игра, ничего. Все шло на одном дыхании. 36 врагов. Валера. Красавчик просто. На 20 дней. 20 дней не так много. Я думал, дольше будет. Наконец-то выборочное прицеливание у снайпа. 2 единицы меткости всего лишь. Дымовая граната. 4 гренки у медика. 7. Стабильность платформы здесь. 4 меткости у рокета. Ну что, 90 лерия, 90 сплавов, термоядерные, источники энергии, борткомпьютеры и прочее, прочее, прочее. Слушайте, если я скину прогресс, прогресс меняется или он сохраняется? Я просто сейчас бы компьютеры пришельцы бы по-быстрому, чтобы вот эти вот сделать, ошейники. Потеряется ли у меня прогресс Гаусса? Кажется, потеряется. Сохраняется, отлично. Тогда не будем. Денег нет. Продаем холодный термоядерный. 400 баксов. Блин, как же. Спутник в Японии на Инжей. Ну, это такое. Короче, я вас поздравляю с новым месяцем. С Нигерием мы спасли. Надолго ли, непонятно. Секретная операция подсканить бы, кстати. Или ждать, или сканить, или ждать. Что кажется, ячейк у них мало. Сканим, короче. Ну, Бразилия, наверное, гасить надо. Потому что Аргентина и Бразилия две страны, которые проще контролить. Тем более, там происшествий нет. На мониторах все чисто. Ну, хорошо, хоть ячейка в нужной стране. То есть, это, по крайней мере... Отправили агента первого числа по кораблям. Здесь базово, да. Здесь один перехватчик пришел в себя. Я не вижу смысла пока запускать новые спутники в другой регион. То есть, у меня один спутник. Еще два доделываются. А слотов под спутников три. То есть, все те спутники, которые делаются, я могу теоретически запустить в конце этого месяца. Я не знаю, куда запускать. То есть, у нас Азия потеряна, потому что Индия скриптово вышла на старте. И, как назло, Китай, Япония и Австралия мега жирные. Просто мега жирные. 120, 160, 150. 140, 70, 110, 90. 90, 90. Не, вообще жирные страны. Очень жирные. 217 ресов, жесть. Да, месяц будет очень жесткий. Месяц будет просто трындец. Просто трындец. Короче, план по исследованию следующий. Компьютеры пришельцев, потом скрываем сикера, делаем ошейники. Соответственно, на сплавы не продаем, наоборот копим. Сейчас нужно покупать пушки на корабли, на сплавы, и какое-то количество панцерок. Для этого я попродаю оставшиеся, видимо, корабли. В смысле, источники энергии и прочее. Потому что в самое ближайшее время они мне не пригодятся, но деньги очень нужны. 127. Это сколько получается? А что по строительству? По строительству мы копаем. Здесь мастерскую надо будет сделать. Панцерок мало. Надо хотя бы еще парочку на... На инжай, на медик. То есть у нас три панцерки. По одной надо заказывать панцерные костюмы. Отменяю сразу две панцерки. И заказываем всегда по одному заказываем. Для того, чтобы у нас была возможность отменить. Что по пушкам? Однам. Втораем. Третьем. Ну и, видимо, четвертым. Да, лазерные на корабле пора. Тем более, что мы собираемся накрыть довольно большое количество. Производство предметов. Август впереди, понимаете. Сейчас вот июль начинается. Все, все сплавы сплавили. На пушке. При этом, при всем, желательно бы в школе офицеров накопить. Потому что у нас есть уже пара толковых. Блин, даже раненых нет. То есть это лемминг, которого не докачали. Это гром, который получил повреждение. Все остальные полсотни человек. Есть лемминги на прокачку. Это вот экзальтовец на страховку. Это вообще непонятно кто. Вот, кстати, экзальтовец на страховку. 5, 13, 63. Почему не взял? Того лучше. А того лучше на точного. Поэтому и взял. Не, летейки нет. Мы копаем. Мы копаем. Хрен его знает как вообще. То есть я могу теоретически и третью лабу поставить. И в конце этого месяца может быть даже спутниковый модуль удастся новый бахнуть. Но в этом острой потребности сейчас нет. То есть закрыть страны спутниками это одно дело. А удерживать их еще уверенно это другое. А учитывая то, что у меня только-только начинают появляться лазерные пушки. Короче, надо видимо сейчас... Я не знаю, с приоритетом мастерскую делать или нет. Может быть даже здесь вот тыкнуть. Хотя спутниковые модули тогда разобьются в стаки. Налит денег нет. Про генератор еще. Не обязательно про генератор. Можно обычный генератор бахнуть пока что. Короче, денег нет. Надо очень внимательно все раскидать. Ладно, исследование 5 дней. По кораблям. 3, 23, 4, 4, 2, 4. По лазерной пушке. 6, 6, 9, 9. Всего лишь. А, вот еще. Нет, нет, нет. 6 лазерных пушек. Это уже лучше. То есть 7 кораблей с лазерными пушками. Так, ну поехали. Сейчас схватежные будут толпой просто возвращаться. Потому что конец прошлого месяца у нас был очень активный, так скажем. Зачем столько модулей, почему не спутниковые узлы? Потому что на них очень много ресурсов нужно. Тебя нет? Ну такой, к этому моменту таких ресурсов. Плюс там плюс 10 инженеров нужно на узел. По сравнению с обычным. А сейчас даже от обычных инженеров недобор под следующий узел. Как ты собираешься? 15 инжей тебе нужно на следующий узел. Еще 4 компа, огромное количество ресурсов. Ресов у них валом. Я не знаю, откуда у них ресы, блин. Потому что терроров было много, они тратились. Базу я им третью страну не отдал. На деструйеров они со сканами тратились тоже прилично, блин. Садились еще. Ну, видимо, там хоровестеры какие-то были, я их пропустил. Но я их просто не сканил. Ну, то есть их не было, я не мог их увидеть. Через 5 часов первая лазерная пушка. Уже будет. Здесь еще один перехватчик есть. Но я, наверное... Нет, давай лучше переведем. Хотя бы день выиграем. Ученые наносплавы. Сильно сомневаюсь, потому что наносплавы нужны на ошейнике. Их по 8 штук. А нужны штук 6 заказывать сразу же. Соответственно, мне не хватит. Поэтому скип пока. Лазерная пушка установлена первая. 2, 3, 12. Надо сейчас внимательно к серьезным... ...эноложкам относиться. Шеф, спутники к запуску готовы. Итак, повторюсь, в этом месяце у меня будет 3 спутника на запуск. 3 спутника. Текущие страны все закрыты. Куда их запускать? Вопрос хороший. Самый логичный вариант это жирные страны. Пусть это будет Азия. Но это будет 160, 150 и 120. Второй вариант это спутники. Скорее всего, какой-то спутник понадобится мне, чтобы гасить панику. То есть, вполне вероятно, это прилетит какой-нибудь террор в Бразилию, в Германию. И все. И я просто вынужден буду спасать страну. Поэтому хрен его знает, как там все обернется еще. Более-менее выровнялись. Я еще иглу поставлю, чтобы проще было сбивать файтеров. Секретная операция готовится. Вот фатижные возвращаются зато. У нас остались фатижные только в один день. Один-два дня редкий есть. Вот. Окей. Народу много. Леммингов почти нет. Лемминги это купленные со второй волны. То есть, полсотни людей у нас есть. Главное, правильно ими распоряжаться, друзья. Низко-средний. Бомбит. Бомбит Нигериум. Бомбит Нигериум. Это дестер бомбящий. Это бомбящий дестер. Так, вообще нужно благоверный позвонить. Или написать. Да ладно. Она в курсе всего. Ну что, как думаете? Пытаться с этим что-то сделать? То есть, с одной стороны, у меня здесь пока что шесть перехватчиков. То есть, они как бы готовы. Но это самое начало месяца. Большое количество ресурсов у них. Так, давайте посмотрим уфопедию еще. Уфопедия. Может, с Европы закрыть ради 20 плюс месяц. Ну, там четыре страны, а не три. Но в процентах это будет приблизительно то на то, что там тебе три страны, что там четыре тощие, но 20% за 200. Там ты получишь где-то бонус 200. Так, мне интересуют уфошки. Мне интересует дестройер, который летает низко. Если это он... Нигилеет интерсептерс during second month. Destroyer is going to fade down. It's impossible. Usually worse is going... Not worse. There is early on. Хорошо. Стингрей. Лучший Аваланш. Это понятно. Феникс лазеры. Это понятно. И пока их нет. Дестройеры не садятся. Может быть, это и не Дестройер. Нет, Дестройер, потому что я его никогда не сбивал. Объект не опознан. Средний НЛО. Это не может быть никакой другой. Потому что средний это либо рейдер, либо оверсир, либо дестер. Все. Оверсир еще рано. То есть это тупо Дестройер. Спасать Нигерию. Нельзя спасать Нигерию. Нельзя на него лететь. Выемка грунта завершена. Так, выемка грунта завершена. Цена вопроса 40 баксов. И надо это делать. И надо слева тоже копать. Выемка грунта завершена. Так, перечень запросов. На нас сплавы были. Япония. И сплавы пришельцев. Вот сейчас имеет смысл, наверное, отменить одну лазерную пушку. Тупо ради вот этого запроса. Если бы у меня были лазерные пушки-пачки заказаны, я бы, конечно, сейчас пригорюнился. Но я отменяю одну. И выполняю запрос на сплавы. Это и защищенность региона, и деньги. 241. Что можно сделать? Можно пока не тратить. Тем более, что тебе как бы тут и копать нужно. И лететь устроить или лабу. Мы не стали поднимать истребителей для перехода. Сколько там в Нигерии паники? Было 88, стало 96. Плюс 8 паники. Страна уже с 50% вероятностью выходит, но... На Дестройере я мог оставить все 6 кораблей. Понимаете? Начало месяца. Ресурсов много. Зачем? Зачем? Спрашивается. Правильно? Вот сейчас после Дестройера прилетает файт, разбивает спутник. Ну, хотя, сбивает спутник, это, наверное, не такая большая проблема. Слушайте, а может мне сейчас страховочный спутник, пока месяц не... Да, я должен заказать, потому что я могу его отменить. Потому что если у меня будут деньги, то этот запасной спутник может мне помочь страну спасти и 3 еще закрыть. Секретная операция. Ну, все вернули в строй. Низко-огромный. Похищение же, да? Или террор? Похищение. Среднее, окей. Побережье. Так, хорошо. Не берем топовых, естественно. Побережье это у нас снайпы. Ну, в большинстве случаев они работают очень хорошо. Среднее, стало быть, можно брать не таких уж топовых снайперов. Поэтому я беру людей со дна. Потому что месяц только начался. Впереди еще один-два террора. Впереди миссия совета. Впереди НЛОшки, естественно. То есть, там... В общем... Так, немножко донного медика. Медики качаются ровненько. Жалко, что я шестого медика не сделал. Так, один инженер на минус фатик, безусловно. Палто, подчеркивание, рулун, подчеркивание, усподержал ваш террор на 100 рублей и сообщает... Я понял. Разные регионы. Это другое регион. Вот, пожалуйста, террор уже прилетел. Блин, беда. Ща начнется. Ща начнется жара. Так, здесь мы берем самых донных. Но со званиями. Потому что... Это вы все сами знаете просто. Просто это месяц будет очень трэшовый. Так, это у нас таппер, да? Пулеметчик. Ну, его тоже нужно качать. Хотя нет, он приспособленец, но у него голографическая метка. То есть, он не оппортунист. В принципе, нормально. Можно и так его на оверы прокачать. Ничего такого сверх страшного нет. Он косой, как я не знаю кто. Рокита тоже так поддонного немножечко. Хорош. Все равно. Ну, еще один слот свободен. Побережье, да? Это может быть все-таки карта контактная. Более того, побережьей... Ну, контактных побережьей больше, чем неконтактных. Если вспомнить карты, можно вспомнить... Ну, можно понять. Значит, это Waterfront, так называемый. Их четыре миссии. Крисолиды. Самое, наверное, хорошее. Не, самое хорошее, наверное, вот это вот. Потому что на старте там не так много народу. Здесь вот рандома много, и здесь вот рандома много, в зависимости от респа. Дико. 50 на 50 здесь. Ну, здесь в среднем так нормально. То есть там ты от респа в любом случае не уходишь, но, по крайней мере, успеваешь занять нормальные позиции. То есть, хорошо бы второго инжа взять. Да, тоже поддонного такого. С датчиком только движение, потому что не хватает. Ну, я лечу сюда таким составом, потому что среднее. Потому что среднее, понимаете? Ну, уровень паники, конечно, высоковат. Уровень паники, кажется, аффектит тир врагов. То есть, вероятность появления более сильных. Ну, даже донные люди здесь у меня нормальные. Ох, что с террором делать? А куда там террор полетел? В Южную Америку, кажется, да? А, может быть, опять в Нигерию, кстати. Или он улетел, там, кажется, в Южную Америку. Да, вот. Я про этот... Про этот говорил респ. Типа он нейтральный, но... Но на респе сражаешься. Сразу впереди пак. Я не успеваю разместиться. То есть, все, что я могу занять, это вот 4 кавера поблизости. Остальное нет. Вот как без датчика движения вообще играть? Я не пойму. Как я играл раньше без датчика движения? Это же просто отвратительно. Такой рандом. То есть, ты реально не можешь ничего гарантировать. Вообще ничего. То есть, сделаешь шаг, не тот. Умрешь. Хорошо, в этом паке всего 3 человека. Я успеваю, по крайней мере, разместить рокеты, двух снайпов и двух пулеметчиков. Мутоны, блин. Датчик снова. Статичный пак. Пробую спулить, блин. Два пака. Хорошо, пак сикеров. Так, один в инвизиан, другой долетает. Один еще справа. Но, учитывая их количество, я не хотел бы на них тратиться сильным. Помним, что у нас есть метка с вами. Метку ставим на того, кто он наверху. Мне его сложнее банально убить. Справка на ветер. Вот оно. Ну, недостающий урон, блин. Просто не хватает, банально. Желательно бы еще рокеты оставить, не пулить. Нижнего еще надо ушатывать как-то. Все, вопросов нет. Ошибка была, я на клетку прошел. Мог заметить ненужных людей. Еще 61. Хорошо. Все, нормально. Как раз рокет тут с выцеливанием и остальные тоже. Ждем сикера. Я стараюсь в этом трайме максимально вот этот вот принцип реализовывать. Брать на миссию как можно менее опытных бойцов. То есть всегда. Всегда стараемся взять по минимуму. То есть с самого дна. Исходя из утверждения, что ты не знаешь, когда тебе понадобится топовый отряд. Ну, ты не знаешь, когда прилетит террор. Ты не знаешь, когда будет миссия совета. Сложная какая-нибудь, например. Там разминирование. И вот если у тебя наверху 1-2 топовых отряда, внизу такой длинный хвост. То на рандоме можно получить очень неприятный расклад. Когда на важную миссию вынуждены просто лететь люди. Либо вообще нулевые. Потому что ты хвост, ну, леммингов не прокачал. О, мутоны. Овервотч. Летун. Вижу. Хорошо. Можно сейчас еще пуличем пострелять. Я думаю, достанет пулич. Ну, где пулич-то? Ёпро СТ. Он правее же стоит. Прямо за фулл-кавером. И не подошел. Два летуна. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, вот для этого мы и брали второго инжа. Чтобы можно было просто брать. Убирать кавер и получать здесь вижн. Потому что на летунов я бы потратил рокет. Потому что они на овере стоят. Собаки. И они меня еще, в общем-то, флангуют. Я их не вижу, правда. Но они там. Ну, не попал. Ой, дурак. Так без дыма никак. Овер лучше оставить. Овер лучше оставить. Ладно, убиваем утона. Закидываем дым. Вот и все. Вот он у них пак-лидер. Они там на овере еще стоят, понимаете. Я особо не могу тут. Да, я не могу медиком пройти. Короче, овер. Прицеливаемся. Закидываем дымчанский. Может даже два дыма закинуть. Их все равно четыре. Средняя по сложности. Там еще два пака. Да, давайте на всякий случай я вот так закину еще. Ну что, здесь и снайпер стоит просто. И медик. Ну, банально каверов нет. Ну, нет укрытий. Просто нет укрытий. Да, вылетает один. Это пулеч стреляет 70%. Уже хорошо. Почти убивает полностью еще 60%. Второй пулеч. Но остался один, который должен теоретически паниковать. А он паникует и отступает. Я за ним. Я за ним пытаюсь подсветить для снайпов. Вижу, вижу, вижу. Вижу. Хорошо, работаем. И мы лт еще увидели, что немаловажно. Может быть стоит. Хотя он и уходил в ту сторону. Стало быть, там точно есть пак. Можно сдвигаться постепенно в ту сторону. Медикам бы еще подойти. Да, правильно сделал, что не стал дым солить. Да, мэлт протух. Здесь укрытий нет. Я поставлю пока так. Здесь уже место получше. То есть мы можем занять атаку кавер. Мы можем подвести вот так по улече. Мы можем, соответственно, выставить уже снайпая одного и второго по разным углам из-за укрытия. Очередовать на перезарядочке. Подготовиться, в общем, получше. Летунный мутон еще. Летунный мутон. Прицеливаемся, прицеливаемся. Овер, 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 овер. Блин, надо уже выходить, я чувствую. Давайте, это миссия Лостецкая. Я пойду к нашим. Там уже пару часов сидят без меня. Женю не буду ждать, наверное. Давайте, датчик движения последний. Не вижу врагов. Вижу. Четыре летунам. Блин, паки опасные на самом деле. То есть там еще мутоны. 8484. Пробуем ранец. Здесь я ханкерю просто. Я не хочу мне грянки китать, потому что... Здесь можно за... фул кавер рокетом подойти. Я бы не стал, Энджон, близко подходить. Разве что в ханкер опять. Я в пути. Понял вас. Занимаю оборону. Перехожу к обороне. Я есть внимание. Ладно. Они верят только одного. Тут глухой. Сапресс. Окей. Я думаю, они здесь довольно куча должности. Хотя нет. Один правее уходят. Окей. И непонятно, где еще один. Так. Напрашивается. Но я не знаю, приспособленится он или нет. Будет по мне стрелять или нет. Не будет стрелять. Хорошо. Минус два. Увидели еще двоих. Снали главный сапресс. Сейчас можем, например, закинуть сюда гренку для того, чтобы... Ну, снайпером одного убьем. Может, даже двоих, учитывая то, что у них там совсем с кавером беда какая-то. Так. Стреляем по единственным видимым целям. Раз. Этот тоже видит. Отлично. Очень хорошо разобрали этот пак. Прям дружненько. Там поле чеще видит. Не знаю, насколько... Не, не видит уже. Подсократить смысла нет. Нет, потому что он на овере стоит. Слишком рискованным. Но он должен уходить. Потому что паника. Отступает он к последнему паку. Вы слышите мутонов рычащих. Я здесь распределюсь по-другому, чтобы... Пока есть пауза. Ну, чтобы не от угла играть. У нас в любом случае здесь какая-то пауза будет сейчас. Я бы хотел ею воспользоваться. Хенек. Нет, не строится литейком. Не строится. Я, скорее всего, мастерскую сначала сделаю. Хотя, блин, гранатами пришельцев можно было бы запилить. Они не такие дорогие. Ладно, давайте этого снайпа здесь оставим. Потому что там укрытий нормальных нет. И не хочется подходить к основному снайпу. Сейчас выберем, возможно, лейминга инжа. А, даже так. То есть пак следующий справа. Да, выходит. 40%. Мажет, но он не должен попадать по фулкаверу, будучи таким раненым. И он нам рассказал, где находится следующий пак. Я пытаюсь снайперам хоть каким-то увидеть. Видим с снайпом. А теперь в бой. И в ухо неприятно. Начинаю наблюдение. Немножко стремновато по улице. Непонятно кем. Выхожу. К бой уготова. Остался последний пак. Видите, несмотря на то, что взяли донных людей, все равно справляемся. Три мутона минимум. Блин, и пулеч стоит отвратительно. Я бы его вернул даже сюда. Этого бы поближе тоже подвести. А мы, скорее всего, в этот ход их уже пулим. Да. Три мутона минимум. Один уже раненый. Здрасте. Пак лидер близком. Мне снайпы, естественно, в первую очередь интересуют. 72-72. Класс. Хотя тут фланг есть. По одному. Бинус один. Надо второго бы ранить. Вроде попадаем. Хорошо. Оверов нет. Просто отступаем. Я не хочу ханкерить. Потому что ханкер поставишь, и начнется. Граната летящая какая-нибудь. Не экономим дымы. Особенно на людей, которые под полуукрытием. Они там на пару пулей, чем должны нарваться. 88. Мимо. Так. Кому уж там... Ну, давайте снайперам как раз. Они вообще... Ну, басы. Их нужно прокачивать. Они вообще со дна. Люди со дна. Ну, дайте им в руки нормальные пушки. Ну, еще раз попытка 88. Получилось. Закрыли эту миссию. И на этом, я пожалуй, все. Сейчас я позвоню благоверной. Узнаю, когда она будет. И если что, вас покину. Скоро буду. При исполнении последнего задания солдаты не понесли никакого урона и добыли значительное количество состава. Великолепно сработано, командир. Все отлично. Хорошо. Давайте. Да, да, я понял. Отлично. Хорошо. Пока. Бесса, брысь, брысь. Вообще. Так. Все нормально. Наши сидят. Чешской там какой-то там здравницы. Женя будет через 40 минут. Я с вами еще на 40 минут. Не переживайте. Точность снайпам дали плюс 5. Снайпу 90 баксов. Немножко сплавов. Сплавов, кстати, хватает, чтобы снова заказать еще одну лазерную пушку. Я, пожалуй... Блин, а вот трупы крыс не хочется продавать, потому что мне их вскрывать сейчас нужно будет еще. Слишком много напродавал, блин. Сейчас четко пушки просто. Четко пушки. Компьютеры пришельцев сейчас. Экзальт. Четыре оперативника. Ёпрыс. Я уверена, что вы справитесь с этой непростой задачей. Четыре оперативника. Ну что, мяу. Бесса. Блин, вот чуть-чуть полич не дотянул. Готов ко всему. Для двойного выстрела. Напоминаю, что впереди еще. Надо с выборочным прицеливанием брать снайпа, потому что он двоечку дополнительно наносит. Мне кажется, что надо Рокки-то брать. В прошлый раз я ходил с пехотинцем. Мистер Снейк. Хамми тоже увеличил. Ничего себе. Премиум. Слева под плеером кнопочка. Премиум. Бессум увеличил награду на две тысячи до шестидесяти пяти шестисот тридцати шести рублей. Потом еще Хаммин Косарик шесть 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 шесть. Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шесть шесть рублей. Блин, вот я думаю, что делать. Вроде приказ нужен. Вроде инж нужен. Рокет просто еще не готов. Рокет не топовый. Хотя стабильность платформы есть. Нет, давайте Рокет возьмем все-таки. Вместо пехотинца, потому что у него хоть какой-то крауд-контроль, кроме двух грен. Инжа есть. Надо не забыть хотя бы одну аптеку. Панцерки, гатлинга, прицел. Здесь тоже, наверное, аптеку возьмем. Хотя да, абсолютно лучше довести точность. Чтобы не мазать. У него девяносто девять точность будет. Че, поехали. Дым, гранаты, ракеты. Удачи нам. Прошлый мисс я прошел, но от сварма не скрылся. То есть я убегал. Ох. Я не помню эту карту. Мне кажется, она дикая. Да, остановка. По крышам с датчиком движения. Да, да, да. И здесь она зависает еще. Да. Там что-то надо сжать. Кажется, капслок надо сжать. MR.Snake переподписан 6 метров. Нашел мистер Снэйк. Где она там? Подготовка к запуску. Не поставил, кстати, мод. Еще Alien Sight. Типа Vision на ленем. Скружаемся. Экзальтовская миссия в нужной стране. Кстати, может быть, имеет смысл сначала на террор слетать. Вот он летит, террор мне. Умный переподписан 6 месяцев. Спасибо за переподписку. Хотя вот он летит. Хотя вот он летит. Да, я понимаю. Не ясно, почему ты переигрывал сегодня тело. Сам же согласился на продолжение без рев в последнем утро этой миссии. Я тоже не понял. Продолжай как есть. Но прошу больше так не делать. Внимательно следит. Да, я понимаю. Да, был неправ. Да, да, да. Слабый игрок. Но я все равно сдохнул. Надеюсь, этот момент нас, ну, тебя утешит хотя бы немножко. Берем топового снайпа. Сейчас надо будет записаться, потому что игра может в любой момент вылететь и так. Поэтому сначала закидываем... Ой, не торопись. Вот сейчас начинаешь торопиться. Наверняка что-то можешь не то сделать. Нет, пакет не забыл. Хотя бы один. Может ему прицел лучше взять? Тогда он на оверах будет попадать хорошо. Ну как хорошо? Не, не хорошо. Не, лучше рокет. Так, теперь... Подчеркивание, бендер. Переподпишем 6 мячцев. Подчеркивание, бендер. Спасибо тебе. Так, сохраняемся. Хотя, вроде, сохранение сразу автоматически идет. Когда ты выходишь из этой штуки. Поехали. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Штурм один. Ну я нажал капслок и 11. Как рекомендовали. Игра вылетела все равно. Что там еще можно было нажать, чтобы она не вылетала? Кто помнит? Там, кажется, из-за этой остановки. То есть, может быть, когда рез будет другой. И типа ближе мне здесь. Как сделать так, чтобы она загрузилась? Никто не знает. У нас была уже ситуация пару раз такая. И вроде как сжали капслок для быстрой загрузки. Пабджи можно нажать. Пробую еще раз. Штурм один. Готовимся. MR.SNACI поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я к вам с Ютуба. Надеюсь, прийдете в свою дружную компанию. Нас любят людей. Когда приходят на Good Game. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Короче, не загружается миссия. Есть опция, типа, пропустить. Летать сначала на террор. А потом вернуться к этой. Ну, потому что, может быть, респ изменится. Или как-то псевдорандом поменяется тоже. Не знаю, правда, как он работает. Да, или мотнуть время на глобусе тоже как вариант. Ну, мотнем и дойдем до террора, скорее всего. Наоборот, говорит, ничего не нажимай. Серьезно. Давайте попробуем ничего не нажимать. Хотя Magico пишет ничего. Раздельно. Я сомневаюсь в его адекватности. Давайте проверим. Наоборот. Описался. Ладно, все. Вот они, короче. Ах, впервые посмотрим анимацию полностью. Вылетел самолет. Полетел. Прилетел. Если игнорировать неопознанный объект... Так, я же должен нажать... Нажал одну кнопку. Но мне все равно придется согласиться, когда загрузится миссия. Я должен нажать. Так. Есть. Респект этому пацану. Респект. Хорош. Молодец. Короче, я попробую... Во-первых, мне повезло с этими, с датчиками, что они находятся рядышком. Датчик движения сразу же. Вижу, пак. Вижу, пак. А как мне потом отступать? Через эту лестницу. В каком порядке? Непринципиальным. Вижу, слева еще пак. Два даже. Справа два человека. То есть, раз, два, лестница. Вроде уходим спокойно с этой миссией. Я бы все-таки здесь разместился как-то так аккуратненько, чтобы... Но воевать здесь крайне сложно, потому что просто... Да, быстрый вак будем делать. Пытаться. Ну, тут просто воевать не сложно. Я не умею здесь воевать. Скип. Слева бегают. Да, да, да. Причем, наверное, через раннган в два хода это все сделаем. А стакаются, кстати, пушки или нет? Если я на два хода отключу, они друг за дружкой будут или нет? Да, здесь вокруг враги. Раз. Вижу противника еще немного и недостающие разведданные в наших руках. Нужно только, чтобы агент включил транслятор. Отлично. Кое-какие данные получить удалось. И, похоже, в слон транслятора отрубил систему связи экзаль. Теперь ищем остальные трансляторы. Ну, я думаю, что мне нужно все-таки уйти сначала за стенку, чтобы вижны не было. Вот сюда вот именно. Чтобы мне гранат не прилетел. А потом уже отсюда убегать наверх. Да. Вообще, на такие миссии можно попробовать с леммингами ходить. Хотя без приказа сложновато. Они не могут встать там на овере, поэтому лучше с этой клетки бежать, видимо. Да, да, это понятно. Все, пробуем уйти. Датчик движения еще. Ну, прям по курсу никого, поэтому я просто бегу. Видимо, вот так. Да, да, да. Я встану за кавер на всякий случай. Все, бежим с крыши сейчас. О! Понятно. Еще один. Блин. Овер? Они на овер не встают, надеюсь. Да, не встают, слава тебе, господи. Почти тут с критом убиваем этого. Экзальтовцам пробуем добежать на рывке. А мы сразу до сюда, да, мы пытаемся добежать. Лучше вот так. По левой стороне, чтобы, если они справа, могли даже не заметить меня из тех домов. Да, был там человек справа. Все, валим. Нафиг. У вас есть выбор, либо зачистить позиции... Вопрос 50 баксов, либо сразу вернуться на базу. А, конечно. У вас новая задача. Ты же стрелял только что. Отлично придумал, Миша. Выхожу. Поняла. Идут. Ой, дебила, кусок. Вроде не должны не добежать. Да, не добежали. Но это было очень, очень неприятно ему. Ладно, ушли. Приказ был, да? Ужасно написали. Но, с другой стороны, 100 баксов не лишние. Разве данные получили? 20 паники с... Ван Дорн готов ко всему. Три меткости, хит. Неплохо. Очень даже неплохо. Здесь воля к жизни, скорее всего. 7 хитов. Очень хорошо. Разве данные? Разве данные по экзайту дешифрованы. Идет расчет... Ну, сейчас террор пролетает, да? О, компы. Компы. Сейчас надо сикеров вскрыть. Спутниковый узел. Понятно. Вскрываем искатель. Искателя для ошейников. Три дня. А, нет. Это был Харвестер. Так, первая пушка на корабль. Начинаем ставить на корабли, которые находятся... Низко большой. Нет, он все еще летает. Это террор все-таки, да, видимо? Да. Еще лазерная пушка. Ну, а куда ж деваться? Инфильтрация. Минус Нигерия. Это им стоило 50 ресурсов. Приблизительно. Деньги пока не тратим. Что сейчас произошло? Значит, эта миссия называется... Инфильтрация. 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 Оверсирует занимается инфильтрейт, но мне нужен другой. Very large. Вот он, видимо. Вот. Massive ships. Dangerous craft. Armored. Короче, не сбить. Spawn transfer. Don't engage them early game. Типа, не пытайтесь с ними сражаться на ранней стадии. Ваншотают интерцепторов. Нет, вообще нужно инфильтрацию прогнать по поиску, потому что должно быть еще... Должно быть описание типа миссии. То есть, нужно только в лонгворе искать первым... Элен Миссионс, возможно. Вот она, инфильтрация. Battleship или транспортник будут летать. Эта миссия в случае... Ну, короче, сразу страна покидает. Оверсиров пока еще рано. Да. Detect. Ну, там, короче, летал, скорее всего, этот... Оверсир, возможно. Просто я его не видел из-за того, что у меня гиперболнового декодера нет. Да. Короче, заметьте, что оверсир, который летает после, может быть обнаружен, если у вас есть гиперболновый декодер. Поэтому без него страна просто как будто выходит без причины. Это очень дорогая опция для оленей. Вот. И они могут позволить, если только у них максимум ресурсов. А, и даже тогда олени не попробуют... Что? Они не будут преследовать XCOM. Будут сфокусированы на сбивании спутников. Короче, ладно, хрен с ним. Террор будет позже, короче. Разведка над Нигерией. Бурная активность. Все, делаем сейчас импланты-респираторы, насколько хватит. Дальше. Сплавов у нас нет. Я бы начал вскрывать потихонечку людей. Потому что появляются снайпы с выборочным прицеливанием. Нужен дополнительный урон. Оружие Гаусса до ближайшей миссии я вскрыть не могу. Можно и Лерик, конечно, но это очень долгое исследование. Или дугомет. Дугомет, есть НЖ, можно захватывать. Дугомет. Производим. У нас 42 наносплава, имплант-респиратор. Хотя бы 4 штучки. 4 штучки и есть. На переднюю линию, на поле, на рокет. Ничек на переподписан. Спасибо за переподписку. Олени не будут делать инфильтрацию, если XCOM Threat Level высокий. Предпочтут хантить спутники. Неплохо. Еще одна лазерная пушка сейчас будет готова. Инженеры на сикеров, конечно же. Ну вот сейчас выемка грунта. Мне нужно там ставить либо литейку, либо мастерскую. Тут как бы и лабу третью можно поставить, но денег нет. Еще надо экзальтовцев как-то сканить. Мне даже продавать нечем. Понимаете? Ну можно, конечно, брать компьютер, но они скоро пригодятся мне. И лере нельзя. Может, все-таки одну пушку отмените. Вот это вот. Да, давайте эту пушку отменим. Ну потому что без... Так вот я не знаю, что строить. Литейку или мастерскую. Давайте сейчас хотя бы... Наши некие на сплавы нужны. Там и деньги, и на нас плавы, но мне четырех хватит. Друзья, литейку или мастерскую? Литейку. Решено. Валанги зачем? Страховка. Вот сейчас вот после двух транспорт... Панцерок можно... Так, стоп, мне кажется, появились еще. Лазерные пушки даем. Раз. Придется перевооружать прямо здесь. Еще панцерка, еще пушки. Здесь лазерные есть. А, их просто мне не показало, что они сделались. Вот она, панцерка, и вот она, последние лазерные. Ну посмотрим, какая активность по НЛОшкам будет в этом месяце. Пока у нас какое-то время, неделя будет вот это вот перевооружение идти. До середины месяца. Экзальтовец скоро должен вернуться уже. Ну, учитывая то, что денег нет. Но он сейчас тебя штрафовать будет. Ты без денег и так. Два дня. Через два дня надо принимать решение, соточку тратим или не тратим. Экзальт возвращается в строю. Но где эти сто баксов, блин, взять? И не факт, что я полечу туда. Ну, вроде как надо. Давайте. Пока что десятку Иллерия, немножко фрагментов. Я понимаю, что эти вещи нужны мне. Палто, подчеркивание, Арулун, подчеркивание, УС поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Можно, кстати, вместо лабоизолятор. Он дает бонус соседства с лабой. Мм, классно. Немножко фаланг продаю. Секретная операция, сканем. Есть в Великобритании. Хорошая страна. Но ячейка только одна. Следующую надо точно пропускать, чтобы они расплодились. Потому что шанс поймать в стране нужный, он довольно низкий получается уже. Штурмовик Экзальт, оснащение, дачу движения. В последнее время мы несколько раз принимали странные сообщения. Какой-то псих с позывным Командир Стрейкер вещает в эфире о тайных агентах. Так, сеноневрология. Высоко маленький разведчик. На сбивание поехали. Лазерная пушка, опытный ворон. В дефе, естественно. Работаем. Ой, коты такие красивые играют. Баста, БС. Какие же у меня красавицы. Так, только не отступать, потому что база рядом. Вон, сразу попадает. У меня два попадания. Три, все, сбили. Ну хорошо, хоть ресурсы будут. Здесь... Антиактивировал премиум на ваш канал. В любом случае ставим... Антиактивировал премиум на ваш канал. Спасибо Анти за активацию прямачки. Нифига себе, ты там на столько лет вперед. Короче, я переоснащаю. Лазерные пушки закидываю на другие. Это разведчик, не маршрутка. Это шанс прокачать леммингов. Мне нужно прокачать леммингов для страховки по экзальт. То есть вот 5.13, это экзальт 2 у меня по плану. Экзальт. Экзальт. Экзальт 2. Вообще нужно имена раздавать. А то места, конечно, нет, но... Опять же, отталкиваемся от донных. Может быть даже пехотинца взять, потому что пехотинец с нормальной прокачкой может очень много урона понаносить. Два снайпа зайдут. Пулеметчик пока что один. Рокет страховочный. Сосед, привет. Может быть даже еще медика возьмем. Не стоит, конечно, перестраховываться. Ну, в смысле не перестраховываться, а наоборот сильно халявить. Так, здесь, наверное, светошу нужно взять. Так, панцерки. Тебе все-таки обычную лазерные винтовки. Я надеюсь, что мы без производства дополнительных винтовок доживем до... ...до Гауски. Донные снайперы идут. Друзья, ну скоро я вас покину. Внезапно это произойдет. Возможно, посреди миссии даже доигрывать не будем. Легкий лазерный пулемет. Панцерка пошла. 4 хп у пули, чем позор. Еще панцерка. Скорее всего, надо будет дать панцерку и медику. Мне кажется, нужно все равно одного нубаса фатижного инжа брать. Вот какого-то такого. Или вот такого. И взять еще панцерку пехотинцу. Нормально, панцерок наделали уже нормально. Хорошо, еще танчики, когда вернутся в строй. Через где-то 5 дней у меня будет танчик. Да? Но это новый месяц. Будьте готовы к тому, что здесь будут мехтоиды уже встречаться. Кибердиски, блин. Будь они неладны. Поехали. Ну это, по крайней мере, ресурсы. Ресурсы, опыт, эти миссии, они очень нужны. Потому что у меня сплавов 7. Нужно строить... Я бы хотел. Что я бы хотел сделать? Если отправимся туда сейчас же, они не успеют подготовить нас. Третью лабу. Желательно лифт, чтобы под мастерскую. Собственно, мастерскую. Изолятор уже скоро пора строить. Ну, короче, задача что-то очень много. Слева первый пак из 5 человек, судя по построению. Неплохо, блин. Спешу как могу. Выхожу. Уже иду. Ладно. Френдли идет. Как там? Да, там прям пак-пак. Слушаюсь. Поняла. Вас понял. Действую. Держу сектор. Готовность номер один. Буду на стороже. Кто это? Летоны. Пулем. Я пошла. Не пулец. Отошли, наверное. Уже идут. Внимание! Уже, да? Дроиды. Ой, какая халява. Почему они так кучно встали, что... Ну, у них довольно большое количество... ХП, поэтому я не буду экономить. Сразу делаем ракету, одну из трех. Похоже на видение ухана. Вот он выцелился еще. Хорошо, у меня два снайпа, которые по летающим целям работают, типа. Ну, а чтобы эту хрень пробивать, тоже нужно постараться. Видимо, надо добить один. Там один в другом стоит. 85. Один лежит на этой. Хорошо. Не взлетели там просто люди. Пробуем. Возможно, дым, но это не точно. Да я не хочу много урона вносить. Лучше покоцать для того, чтобы просто... Так, 50-81. Ладно, давай, ты попробуешь добить этого. Хотя, из пистолета-пулемета это было нереально сделать. Да, дым нужен. Хотя... Ну, нет, дым нужен. Там метка и до свидания просто. Мы без Гаусса. Мы без Гаусса. Надо возобновить исследование. Но зато мы делаем ошейники. Подрашили так хорошо. Чинит. Крутой Бобрик, привет. Тяжело. Сегодня очень тяжелый старт был. Вчера был тяжелый день. С... Получестным образом справились с террором. Но потом закрыли большое количество сложных миссий. Прям большой летуны. Помним про летунов пак. Учитывая размер пака. Скорее всего, там просто пак летунов. Ну, то есть, тут как раз 10 человек и должно быть на этой... На этой миссии. 85, пехотинец, алло. Еще террором. У него 67, базовая точность. Мне стрелять нечем. Он такой не самый расторопный. Здесь смысла не было стрелять, на самом деле. Потому что все равно мы не убьем в этот ход. Надо его сопресить. Здесь лучше даже прицелиться на случай, если... Сейчас второй пак вылетает. Но Рокет, конечно, две клетки максимально ушел. Куда не надо. Кое-как разбираемся с этими дронами. Кое-как. Но, повторюсь, сюда полетели донны. Плюс даже один лемин. Что если и качать, то вот на таких, на разведчиках, на миссиях. Такие. Залит повышение. Но он все равно бы получил повышение. Если бы мы, конечно, не потеряли никакого из бойцов. Потому что там снижается количество опыта. Из-за этого снайпы полностью отстрелялись. Я слышал мэлт, но... Стримая огонь, всегда присмотреть. Спасибо большое, крутой выбрик. Блин, такие слова добрые. Спасибо тебе. Надо мне стараться лучше быть, чтобы... Чтобы негатива вообще не было. Вижу мэлт. Врагов вообще не вижу. Поэтому завожу... Завожу сюда снайпа, сюда рокетом. Ну, я слышал движение в районе тарелки. Скорее всего, они там и есть. Рыба поняла. Есть, подвигаюсь. Подходим, подходим, подходим. Я спешу. Только... Протеряемся. Вангую пять летонов в одном паке. Стремлюсь к мэлду. Потому что... Интересная штука. А, все, Женька пришла. Все, я побежал, друзья. Не буду... Ну, это плановая штука. Возможно, сегодня увидимся, но вряд ли. Потому что я пошел в место, где надо будет. В общем, всего хорошего. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok